Продолжение следует... Мы счастливы приветствовать присоединившихся к нам коллег из Белорусской медицинской академии после дипломного образования. Они провели сегодня также до обеда онлайн-семинар-вебинар. И вот так нон-стоп сегодня мы работаем в онлайн-офлайн формате. Начинаем наше второе заседание с доклада. Представляет его кафедра общественного здоровья и здравоохранения. Коллеги, присаживайтесь, пожалуйста. Белорусской медицинской академии после дипломного образования. Марина Михайловна Саачек и Марина Викторовна Щевелева. И вот Марина Юрьевна Сурмыч представляет. Три Марины, коллеги, можно загадать желание. Пусть у всех у нас будет удачный день. Пожалуйста, уважаемые коллеги, представляем вам слово. Коллеги, не слышно. Вас включите, пожалуйста, микрофон. Да, все нормально. Сейчас слышно. Марина Юрьевна, слышите сейчас? Марина Юрьевна, слышите? Слышно и видно. Да, все хорошо. Отлично. Видно ваш экран. В первую очередь с Мариной Викторовной хотим поблагодарить вас за предоставленную возможность выступить на вашей конференции и рассказать о том опыте, который мы накопили на протяжении последних шести месяцев. И чем мы сегодня занимались. Да, и чем мы занимались сегодня в первую половину дня, это о работе нашей школы-организатора здравоохранения. Вы знаете, что, конечно, всем понятно о том, что здоровье нации, как бы для любого государства, это его богатство и залог процветания этого государства. И на сегодняшний день можно выделить три единые цели. Вместе с тем, надо сказать, что они, с одной стороны, дополняют друг друга, но с другой стороны, где-то они входят в какие-то определенные и противоречия. С одной стороны, мы хотим сохранить и укрепить здоровье наших граждан. Мы хотим, чтобы они жили долго, но при этом не просто долго, чтобы они оставались достаточно активными. Мы хотим, чтобы они при этом были удовлетворены оказанием медицинской помощи. И не просто медицинской помощи, а плюс ко всему и объемом, и вниманием тем, которые оказывают им специалисты системы здравоохранения. Вместе с тем, мы понимаем, что нам надо смотреть, каким образом мы расходуем ресурсы, четко определять затраты на душу населения. При этом мы понимаем, что технологии, которые приходят, они приходят стремительно, и затраты, как таковые на систему здравоохранения, они растут. Поэтому мы все время находимся в постоянном поиске. С одной стороны, поиск технологий, которые увеличивают продолжительность жизни. С другой стороны, мы ищем технологии, которые бы были эффективными с учетом затраты эффективности. То есть находим какую-то золотую середину. При этом мы совершенствуем вообще систему самой оплаты законченного случая. И мы надеемся, что на следующей неделе побываем в Гродненском регионе, ознакомимся с их опытом по клиникозатратным группам. Выступая на встрече со студентами Белорусской государственного медицинского университета, Александр Григорьевич, глава нашего государства, сказал, что наиболее ценный и значимый ресурс всей системы – медицинские кадры. И, конечно же, это четко было и прослежено, и мы это знаем, огромнейшая поддержка со стороны правительства и главы государства медицинским работникам в период эпидемического подъема коронавирусной инфекции. Это не только, в общем-то, и население, которое поддерживало медицинских работников, и это было, в общем-то, заслужено, и это было приятно. Вместе с тем, надо сказать, что врачи, все, кто как бы сталкиваются с, работают в системе здравоохранения, те, которые особенно работают на переднем крае, они сталкиваются с огромным потоком информации. Огромный поток информации. Это касается и непосредственно профессиональной деятельности, это касается и как бы жалоб пациентов, которые они не удовлетворены. Плюс ко всему требования к определенным как бы новым компетенциям, это внедрение информационных технологий, то, о чем сегодня мы говорили, это вот новое законодательство, защита персональных данных, брать кто ответственный там и так далее, и новые протоколы лечения, новые технологии, новое оборудование, и все, причем это достаточно стремительно развивается и, естественно, оно внедряется. А при этом, как бы, руководство, управленцы требуют соответствующие показатели нужны, соответствующие качества необходимы, мы удовлетворены из пациентов, конечно. И при этом пациент тоже у нас изменился. И потребитель наших услуг, он стал очень грамотным из-за доступности той информации. Та цифровая трансформация, которая происходит глобально, она позволяет ему найти необходимую информацию и, соответственно, еще обсудить эту информацию в социальных сетях и, в общем-то, дать свою оценку определенной деятельности, как бы, врачам, плюс ко всему, обсудить назначенное там лечение, обследование и так далее. Плюс ко всему идет, ну, достаточно большое в информационном пространстве у нас имеется и блогеры, и различные разработчики стартапов, люди, которые пришли в медицину, не имея медицинского образования, при этом они тоже дают свои, как бы, оценки. И мы, как бы, понимаем, что наличие кадров, даже достаточного количества кадров и подготовка этих кадров, она требует ответных мер на это. И особенно это ложится на плечи, естественно, руководителей организации здравоохранения, которые должны надлежащим образом вот в этот такой меняющийся, быстро меняющийся мир, в общем-то, адекватно используя все ресурсы, управлять, управлять своей организацией. И, в принципе, в конечном итоге каждая организация – это ячейка нашей целой системы здравоохранения. И, конечно, когда говорят об эффективном руководителе, надо понимать, что на сегодняшний день появились базовые профессиональные компетенции. Это управление кадрами, это управление процессами в организации, это управление ресурсами в организации, результатами, это и управление информацией, которая задействована и которая закрывается на конкретной организации здравоохранения. Но при этом сегодняшний мир таков, что есть и так называемые надпрофессиональные компетенции, и причем то, чего, может быть, как бы раньше не было, это и мы говорим об эмоциональном интеллекте, мы говорим о навыках публичного выступления, мы говорим о работе в социальных сетях, о введении блоков, работа в телеграм-канале и так далее. Но при этом мы понимаем, что должен соблюдаться деловой этикет, соответствующий должен быть имидж руководителя, ну и соблюдаться, естественно, определенной корпоративной коммуникации. На сегодняшний день около 2000 руководителей, заместителей, руководителей работают вообще в системе здравоохранения, но при этом не надо забывать о том, что кроме тех, кто у нас уже работает на руководящих должностях, у нас есть те, которые еще стоят в резерве, которых мы хотим воспитать в качестве руководителей. И при этом, если мы посмотрим на те требования, которые идут в соответствии с постановлением Министерства труда и защиты Республики Беларусь, то посмотрим, что же должен знать этот главный врач, директор или там заведующий. Это нормативно-правовые акты. Ну хорошо, лечебно-диагностическую, лечебно-противоактическую, административно-хозяйственную, финансово-экономическую деятельность организации, основы налогового и экологического законодательства, организацию медико-социальной экспертизы, медицинскую этику-дентологию, психологию профессионального общения, хозяйственные и финансовые договора, управление экономикой и финансовой организацией, организацию труда. При этом, современные технические средства, коммуникации, связи, вычислительную технику, законодательство о труде, правила нормы охраны труда и пожарной безопасности и поставим многоточие, поскольку это не все то, что он должен знать, потому что достаточно стремительно появляются новые вещи. Это, допустим, касается закупок, это, собственно, председательные данные, да, вот, пожалуйста, то, что сегодня мы рассматривали, потому что только год, как появился этот закон, полгода, как он вступил в силу, и это все новое, новое и новое. И самое главное, все новое, оно стремительно у нас появляется, и мы уже понимаем, что руководитель это должен знать. Вот наши коллеги российские здесь предложили определенное количество компетенций, которые разделены на пять блоков, среди них и 16, как бы, компетенций, это и профессионализм, это знание среды здравоохранения, никто этого, как бы, не отнимал, потому что знание самой системы здравоохранения, знание структуры кадрового состава, особенности и знание потребностей на сегодняшний день пациента, навыки делового администрирования, о котором я уже, как бы, говорила, взаимодействуя вышестоящими и партнерскими организациями, в том числе и пациентскими организациями, общественными организациями, ну и, конечно, лидерство. И особенности подготовки на сегодняшний день у параметических кадров, они заключаются в том, что идет, мы находимся с вами на сегодняшний день в переходном периоде, идет, вы знаете, о том, что изменение парадигма здравоохранения, мы переходим от патозналистической системы к партнерским выстраиванию, партнерских взаимоотношений с нашими пациентами. Далее это высокая технологическая емкость и ускорение технологического цикла происходит. Дисбаланс в системе стандартизации, мы как бы это видим, меняются клинические протоколы, ограничительные перечни, и это все происходит достаточно быстро. То же самое касается дисбаланса таковых ресурсов, потому что появляются новые специальности, востребованность, вот даже сегодня мы, возвращаясь, ну просто это как бы по горячим следам, встал вопрос, кто должен заниматься защитой, отвечать за внутренний контроль, защиту персональных данных в организации здравоохранения. Неопределенность роли конкуренции, это касается всех аспектов, ну вот допустим, в отношении нас, это наше взаимоотношение, частная медицина, которая есть и которая как бы движется у нас, в общем-то она как бы развивается, мы это все прекрасно знаем, и плюс ко всему, конечно, государственно, это динамичность системы и экстренный характер принятия решений. Блеснящие это все у нас проявилось в период коронавирусной инфекции, когда действовал штаб, когда очень оперативно принимались соответствующие решения. Ну и, конечно, приоритет упреждающих мер, потому что мы должны видеть дальше, глубже и предвидеть ряд обстоятельств, соответственно, этому и упреждать. Если вернемся к образовательным как бы технологиям, то еще в 1984 году ЕНЕСКО сформулировала понятие непрерывное профессиональное образование. Речь идет о том, что это сознательные действия, которые ориентированы на приобретение знаний, развитие способностей личности, включая умение учиться и подготовку к исполнению профессиональных обязанностей. У нас в соответствии с законодательством подготовка руководящих кадров, она организована на кафедрах общественного здоровья и здравоохранения, как в Белорусской медицинской академии, так и в последипломном образовании, так и в наших университетах и в Гродницком, и в Витебском, и в Умельском. И, в принципе, есть циклы, которые идут и в Белорусской государственной медицинской академии в государственной медицинской университете. Они идут в соответствии с планом, мы знаем о том, что есть у нас переподготовка, есть у нас и повышение квалификации. И в соответствии с постановлением по профессиональной аттестации медицинских и фармацевтических и иных работников здравоохранения, у нас на протяжении пятилетнего периода необходимо, чтобы руководитель набрал не менее 180 часов за 5 лет. Ну, то есть это можно ему предложить, если он уже как бы состоявшийся человек, имеющий диплом управленца, руководитель организации здравоохранения, это пройти повышение квалификации по 80 часов или как бы в каком-то, ну, дополнительно получить еще повышение знаний, нас, участвую в различных семинарах, конференциях и так далее. Ну, надо понимать, что мы живем в очень динамичное время. И вот я здесь привела примеры только изменений, как бы, ряда документов, в первую очередь, постановлений и приказов Министерства здравоохранения, которые вот за последние годы произошли те изменения. Да, мы возьмем документы более высокого уровня, это закон о здравоохранении, допустим, это 20-й год, это соответствующие по законной акте 21-й год, которые вышли. Допустим, это закон об обращении лекарственных средств, даже вот взять вот этот закон о защите персональных данных, который год назад, как он появился, и это приводит к тому, что появляются подзаконные акты, и это надо внедрять здесь и сейчас. Это не требует, в общем-то, это требует принятия, в общем-то, соответствующих мероприятий для того, чтобы довести информацию до тех, кто должен на местах это все реализовывать. И, соответственно, этому у нас возникло предложение, возникла мысль о том, что с учетом наличия у Белорусской медицинской академии платформы для дистанционного образования, организовать школу для организаторов здравоохранения, где они бы могли пополнять свои знания, причем знания по изменению текущего законодательства, и плюс ко всему те вопросы, которые требуют разъяснения. Причем прежде, чем это организовывать и делать, мы отправили письма, запросы для того, чтобы нам с мест управленцы сказали, какие вопросы находят, требуют разъяснения. Да, разъяснения. Мы, конечно, получили предложение на шести листах. Это достаточно большой был перечень вопросов. Конечно, многие из них повторялись, но многие вещи нас как бы удивили, потому что одна треть их, это, конечно, коммуникации. Коммуникации с пациентом, коммуникации в коллективе, коммуникации руководителя и подчиненного взаимоотношения. Тем не менее, мы, ну, были вопросы, которые, допустим, вот, сегодняшняя тема, это тоже тема, которая шла красной нитью в обозначенных мероприятиях. Таким образом, мы на базе, на платформе Белорусской медицинской академии в разделе дистанционное образование подразделе курсы повышения квалификации переподготовки в БелМАПО организовали категорию курсов, которая называется школа организатора здравоохранения. Значит, всем, кто желал принять в этом участие, было, в общем-то, соответствующим образом предложено, была разослана информация для того, чтобы зарегистрироваться и соответствующим образом в последующем присоединиться к обучению. Значит, я уже сказала, кто определяет тему вебинара, тему вебинара непосредственно определяют сами слушатели. Это главные, это руководители организации здравоохранения. Ну и, допустим, вот я буду анонсировать тему, либо это могут быть запросы комитета по здравоохранению или главных управлений здравоохранения. Значит, дальше, если говорить, кто приглашается в качестве спикера. Конечно, мы хотим, чтобы это было интересно, и поэтому в качестве спикеров приглашаются те, кто либо стоял у истоков разработки определенных документов, либо те, кто хорошо знает эти вопросы. Ну, допустим, по трудовому законодательству у нас принимал участие судья Верховного суда Соколовская. Значит, то, что касается человек, который разрабатывал трудовое законодательство. Если говорить о первой школе, это профессиональная аттестация медицинских кадров, это специалисты Белорусской медицинской академии, конкретно, которые вели и которые на сегодняшний день занимаются вопросами аттестации. То, что касается медицинских информационных систем, то это специалист Республиканского научно-практического центра медицинских технологий ГМИЗа Александр Михаус. И речь идет о том, что все, кто приглашаются, это люди, которые конкретно занимаются и достаточно глубоко, широко и давно той области, которую мы конкретно освещаем. Надо сказать, что первые школы у нас были ориентированы только на город Минск и Минскую область, поскольку мы хотели посмотреть вообще, как откликнутся руководители. Но вместе с тем мы расширили в последующем нашу возможность подключения и мы обнаружили то, что даже если человек, если он, во-первых, зарегистрирован на платформе Белом АПО в дистанционном образовании и в школе организатора здравоохранения, он имеет возможность в последующем конечно все это просмотреть. И здесь на слайде вы видите о том, что количество подключений у нас оно постоянно растет и самое главное растет значительно количество просмотров. Это говорит о том, что та информация, которая есть и размещена на сегодняшний день, она находится на YouTube канале, она естественно востребована и руководители организации здравоохранения естественно пользуются. Реализована возможность задать вопросы, причем у нас вопрос можно задать перед мероприятием, перед тем, как готовится школа, потому что, во-первых, в информационном письме, которое идет на управление и на комитет, мы конкретно указываем каждый раз о том, какая тема и до какого числа мы принимаем вопросы. Плюс ко всему вопросы можно задать непосредственно во время мероприятия, то, что мы как бы видели сегодня достаточно активно их задавали и потом после просмотра. После просмотра специально у нас есть почтовый ящик, он специально организован для данного мероприятия, туда поступает конкретно информация о том, на какие вопросы необходимо ответить. И я хочу, в общем-то, если кто-то подключенный слышит, я хочу, конечно, поблагодарить, потому что к школе по персональным данным, по защите персональных данных поступило более 40 вопросов, не считая тех, которые поступали непосредственно в стрим. Плюс ко всему, конечно, имеется возможность это сразу же мы бы хотели в первую очередь, конечно, чтобы мы получили обратную связь непосредственно после школы. Там задается пять вопросов. Оцените, насколько программа соответствовала вашим ожиданиям, оцените, насколько полученная информация была новой для вас, оцените, насколько полученная информация будет полезна для вашей работы, оцените, насколько качественной была техническая поддержка мероприятий. Значит, то, что касается все ответы как бы в подавляющем большинстве, один раз мы получили ответа 3,75 по оценке, насколько полученная информация была новой для вас. Мы как бы понимаем, что ряд информации, она просто как бы повторяется с учетом того, что некоторые люди уже проходили обучение и с некоторыми проходили подготовку. Мы даже знаем по защите персональных данных, что центр ездил и по регионам, многие уже прошли обучение и на платной основе у них прошли, но тем не менее речь идет о том, что для нас очень важно, что будет ли полезно вот этот вопрос, оцените насколько полученная информация будет полезна для вашей работы, мы получили оценки отлично. И плюс ко всему в этой обратной связи имеется вопрос о том, какие вопросы вы бы хотели, чтобы мы рассмотрели на ближайшие три месяца. Значит, надо сказать, что защита вот сегодня у нас было это мероприятие касалось касающиеся защиты персональных данных и у нас имеется возможность ко всем вебинарам мы даем материалы. Здесь конкретно вот закон о защите персональных данных и плюс ко всему мы разместим все презентации и дополнительную информацию, которую нам предоставил национальный цен защиты персональных данных. Если говорить еще, то мы, конечно, каждого участника видим и видим, кто конкретно присоединяется, когда присоединился, вот, и это тоже как бы имеет значение. если говорить о преимуществах школы, пусть у нас небольшой опыт, мы работаем еще только шесть месяцев, но вместе с тем мы видим преимущество, которое заключается в том, что руководитель, конечно, находится в учреждении и может при необходимости решать срочные рабочие вопросы, он не тратит время на дорогу, данное мероприятие проходит в подавляющем большинстве своем рабочее время, плюс ко всему его продолжительность чаще всего составляет около двух часов. Доступен для зарегистрированных участников просмотр материалов в удобное для них время, в удобном для них месте. Имеется возможность знакомить с информацией сотрудников непосредственно курирующих рассматриваемые вопросы. Ну, допустим, те вопросы, которые касались IT-специалистов, кадровые службы, ну, я думаю, что здесь и кадровые сегодняшние мероприятия, это и кадровая служба, и юридическая, и как бы тут все. И плюс ко всему самое важное с нашей точки зрения то, что сделан акцент непосредственно на активность, самостоятельность руководителя. Да, дело в том, что школа организатора здравоохранения это направление индивидуального профессионального развития руководителя, которое предполагает самонаправленное обучение, контроль за которым осуществляет самообучение. И переход вот этот от эпизодического повышения квалификации руководителя к непрерывному профессиональному развитию, конечно, требует индивидуальной мотивации совершенствования, профессионального уровня, способности самооценки, самоанализа и самоосознания. И вот с нашей точки зрения именно вот этот вот тезис, он никоим образом не исключает то повышение квалификации, которое должен проходить специалист. Но просто мы живем в другое время, время огромнейших и быстро меняющихся информационных потоков, и нам кажется, что информация с учетом занятости огромной руководителем, руководителей, она должна своевременно поступать, своевременно разъясняться и, естественно, своевременно реализовываться. Ну и хочу анонсировать, что у нас 27 мая будет очередная школа организатора здравоохранения. Мы уже получили как бы согласие на ее проведение специалистов фонда социальной защиты населения, Министерства труда и социальной защиты. И вопросы на нее можно присылать на нашу почту для того, чтобы мы их передали заранее специалистам и они получить, естественно, более развернутые, более глубокие ответы. Благодарю вас за внимание. Спасибо, уважаемые коллеги, великолепный доклад. Мы являемся слушателями школы организатора здравоохранения и мы восприняли вашу инициативу на ура. Все наши слушатели повышения квалификации проходящие по кафедре общественного здравоохранения и не только по этой кафедре, поскольку информация есть в деканате факультета повышения квалификации, получают эту информацию, имеют возможность присоединиться и благодарят. И наши руководители в практическом здравоохранении, главные врачи, заместители главных врачей также информированы, поэтому мы думаем, что скоро профессиональная аудитория у вас возрастет еще более и может быть вам даже имеет смысл подумать о расширении границ, поскольку опыт наш однозначно. Спасибо, Марина, границы уже расширены. Дело в том, что не только это вы получили информацию как бы вот как университет, который занимается соответственно повышением квалификации специалиста, но мы уже вот эту школу касающейся защиты персональных данных, поскольку вопрос новый, мы ее расширили на все регионы, поэтому сегодня у нас было, конечно, очень большое количество подключений и мы знаем о том, что люди на местах там подключались не только персонально, но и подключались целыми группами организаций и поэтому да, мы действительно увидели, что эта форма она востребована, востребована. Некоторые задавали вопросы в отношении того, что вот как бы нам получить сертификат. Вы знаете, что мы будем над этим вопросом, подумаем о том, каким образом это может быть и сделать, но самое важное, что вот здесь надо понимать, что мы хотим, чтобы сам руководитель не просто как бы для галочки для этого сертификата, а чтобы у него была внутренняя потребность в том, чтобы получать информацию, понимаете. И для нас вот такая активность, когда у нас имеется и 500 просмотров, и 400, и даже там 300 при 86 там допустим подключения, она ну как бальзам на душу, потому что мы понимаем, что это полезно, мы делаем полезное дело, что это не зря. Благодарим вас за доклад и представляем слово городу Москва. Следующий наш докладчик Игнат Викторович Богдан с авторами «Переосмысливая здоровый образ жизни во время пандемии, повышая осведомленность о важности психического здоровья». Пожалуйста, Игнат Викторович, вам слово. У вас выключен микрофон. Мы вас не слышим пока. Игнат Викторович, Ожидаем переподключение следующего докладчика. Игнат Викторович Богдан. Ожидаем переподключение. Есть ли запрос? Так. А так меня слышно? Да, прекрасно слышно. Так, единственное, что у меня с презентацией, давайте как-нибудь открыть ее через... Ну, давайте, наверное, чтобы коллег не задерживать, я просто тогда без презентации сегодня. Так, вашим коллеги, добрый день. Еще раз тема моего доклада была уже представлена. то есть я хотел бы немножко подискутировать на тему важности в здоровом образе жизни именно тематики психического здоровья, поскольку этот вопрос, как мы видим в наших опросах, да, к сожалению, не всегда аспекты вот эти вот психологические, они относятся населением и даже специалистами именно к тому, что должно в себя включать целый здоровый образ жизни. И, в частности, я хотел бы сосредоточиться именно на пандемическом аспекте, потому что, как показывает анализ литературы, значительный пласт работы, особенно в зарубежных исследованиях, посвященных пандемии, он сегодня затрагивает не только тематику медицинских и социальных аспектов, но все больше и больше мы видим работ на тему психологических аспектов проживания пандемии. В этих исследованиях говорится как о эмоциональном состоянии медицинских работников, так и уделяется большое внимание тематике психологического состояния населения. Собственно, вот второй теме я бы хотел уделить внимание. Но это уже на самом деле аксиома, что пандемия COVID-19 создала беспрецедентное давление на психологическое состояние населения. Этому способствовали ситуации неизвестности, страх перед болезнью, негативными социально-экономическими последствиями. И все это не было, конечно, не оказать влияние на эмоциональное состояние населения. И в частности, особое место в России, особенно на первых этапах развития пандемии, занималась ситуация в Москве, потому что именно этот город принял на себя первый удар пандемии. И на протяжении достаточно долгого времени именно в Москве число заболевших и умерших превышало общие страновые показатели. И, соответственно, именно в Москве вводились одни из самых жестких мер реагирования. Это с одной стороны. А с другой стороны, у Москвы были и ресурсы, то есть в среднем значительно больше, чем в других регионах. Ну и плюс, как мы помним, в начале пандемии регионам была дана определенная свобода, чтобы в зависимости от ситуации реагировать на пандемию определенным образом. Поэтому мы решили начать исследование, провести исследование не на всей России, а именно сосредоточиться на регионах. То есть именно на уровне одного региона сравнить меры, сравнить ситуацию, чтобы мерить не среднюю температуру по больнице, а, собственно, говорить более предметно. и наше исследование было проведено в Москве, оно было инициировано в 2020 году. Собственно, Москва вошла в это исследование, это исследование было инициировано Всемирной организацией здравоохранения, и, собственно, мы убедили коллег из ВОЗа, что, собственно, имеет смысл в первую очередь исследовать региональный опыт, чтобы видеть корреляцию между эмоциональным состоянием и предпринимаемыми именно в этом конкретном регионе мерами. И опросник изначально ВОЗовский, он был очень сильно скринен, хотя он изучал очень много социальных аспектов, он был очень сильно скринен в психологию. Соответственно, в процессе адаптации мы не только адаптировали опросник в специфике Москвы, еще и мы сделали его несколько более социологическим. Было проведено всего пять мониторинговых исследований в 2020-2021 годах, то есть мониторинг закончился в рамках данного исследования летом прошлого года. Также была проведена серия групп с медицинскими работниками. В рамках каждой волны было опрошено в среднем тысяча человек, это была случайно статифицированная выборка телефонов миров, который является стандартным мировым сегодня социологического исследования. И объемная анкета была посвящена большому пандемических вопросов, но там также был блок посвящен именно вопросам эмоционального самочувствия, о чем я сегодня и говорю. Так что дополнительно я в своем докладе буду ссылаться на дамы, проведенного нами совместно с фондом Ясное утро исследования, которое также было посвящено вопросам о психологической грамотности и было проведено в 2021 году. Общая выборка исследования, от которой будет сейчас обращаться, она составила 5441 респондентов. Переходя к результатам исследования, исследование показало, что действительно есть очень много явных и косвенных признаков, по которым мы можем судить о выраженной потребности населения, психологической помощи в пандемию, в частности, очень сильно были выражены страхи населения. В первую очередь это был страх того, что заболели близкие. Но также не менее выражен был страх самим заболеть. И страх, и там была группа выраженная медицинских страхов заболеть, или что заболеют мои близкие, и была выраженная группа социальных страхов, которые по мере развития пандемии тоже начали нарастать. Страх потерять работу, страх остаться без существования, и так далее. И интересный момент, мы действительно видели, что эмоциональное состояние населения сильно коррелировало с предпринимаемыми мерами. То есть, когда меры водились жесткие, сразу же эмоциональное состояние, вот индикаторы, его статистически значимо снижались. Как только меры снимались, сразу состояние улучшалось. но в целом, такой интересный факт, что несмотря на выраженную потребность населения психологической помощи, всего 5% населения сообщили о том, что они обращались за профессиональной медицинской помощью пандемии. Мы делали замеры вначале, то есть, в первой волне это было 3%, потом это было 5%. На самом деле, ну, по сути, одно и то же значение, потому что разница статистически значимой не является. И вот эти вот 5% это значительно меньше тех, кто прибегал к другим способам, в том числе к нездоровым улучшению своего эмоционального состояния. Это значительно меньше тех, кто пил алкоголь, курил, также обращался к каким-то практикам саморегуляции, медитации, то есть, вот, например, 5% всего обращались за профессиональной психологической помощью, при этом 11% населения обращались к регулированию с помощью медитации. То есть, мы видим, что востребован с профессиональной психологической помощью и способом собладания с пандемическим стрессом, она, к сожалению, была, вот это обращение было одной из самых низких. С чем мы можем связать такое положение дел? В первую очередь, мы можем связать это с недостаточной информированностью о данных услугах. Так, по результатам нашего вопроса, 32% не знали, куда можно обратиться за психологическую помощь, то есть, население не имеет представления, собственно, куда обратиться. Второй, но даже более важный аспект, это негативные установки в отношении психологической помощи. В частности, вот такие вот три важных нарратива. Первое, что поликстированная психологическая помощь бесполезна. Второе, что она только для людей с серьезными психологическими заболеваниями. В частности, ну, это, скорее всего, идет смещение, в котором мы наблюдаем постоянно вопросов, смешение психиатрической и психологической помощи. И третий такой нарратив, что это только для крайних случаев, но он похож на второй нарратив, да, что, ну, то есть, только когда, там, не знаю, есть истерика, там, паническая атака, тогда можно уже там как-то задумываться о консультации психолога. Именно вот с такими установками можем сравнить, что в наших исследованиях 69% из тех, кто не обращался за психологической помощью, они просто говорили, что, там, я не знаю, куда обратиться, нет времени, они просто говорили, что я в этом не нуждаюсь, потому что я человек без психического заболевания, ну, по крайней мере, по моему мнению, да, я не дошел до крайности, ну, и вообще это бесполезно, поэтому, собственно, я в ней не нуждаюсь. 70% из тех, кто не обращался, сказали, ну, мы в такой не нуждаемся. При этом, интересно, есть гендерный возрастной аспект. Так, женщины и молодые люди до 35 лет намного более благосклонно относятся к психологической помощью, чем более старшие поколения и мужчины. Ну, соответственно, у нас вообще в целом по Москве, да, тоже очень высокие показатели. Это не только кейс пандемии, у нас в целом в Москве за свою жизнь к профессиональной психологической помощи обращали всего 13% населения Москвы. Но, поскольку вот молодежь, она более благосклонна к этой помощи, поскольку, ну, это и видно по социальным сетям, что культура, вот, западное обращение к психологу все больше прививается, ну, по крайней мере, до нынешних событий прививалось. Соответственно, со смены поколений мы можем прогнозировать больше, больше принесения таких практик заботы о психологическом здоровье с помощью профессионалов в повседневную жизнь. И, наконец, такой аспект, который я хотел бы осветить, вот, я говорил, что, я говорил, что, что психологическое здоровье, оно не очень ассоциируется у населения со здоровым образом жизни. Мы проводили ряд исследований, мы собирали ассоциацию, что такое здоровый образ жизни. Да, и на первых местах это всегда было спорт, это был правильное питание, это был режим дня, и вот психическое здоровье вообще хоть как-то в этих ассоциациях упоминалось, сейчас посмотрю, примерно всего 15% населения. Причем психическое здоровье это в таком широком очень смысле просто в том числе и просто такой позитивный взгляд на жизнь, да. Хоть что-то, вносящее к психическому здоровью, только у 15% ассоциируется ЗОЖ. И что самое грустное, что мы спрашивали, с чем ассоциация ЗОЖ у медицинских работников, и оказалось, что он ассоцируется примерно у такого же процента с ЗОЖ у медицинских работников. То есть вот этот вот канал распространения информации, такой уважаемой, которым являются медицинские работники, он, к сожалению, не работает на распространение такой настороженности по отношению к своему психическому здоровью. несмотря на то, что в Москве есть много таких интересных пилотных проектов, которые как раз направлены на настороженность врачей первичного сбина по отношению к вопросам психологического здоровья. В целом, переходя к выводам, исследование наше показало ряд целей для информационной политики в данной области. В первую очередь, это, конечно же, вопросы дестигматизации, но это относится и к профессиональной психологической помощи, и к профессиональной психиатрической помощи. Как я уже говорил, они смешивают сознание населения, что мы видели неоднократно в наших исследованиях, и как бы уже поход к психологу, но это, по сути дела, поход, воспринимается как поход к психиатру, а поход к психиатру воспринимается как автоматическая постановка на учет. Хотя вот такой конструкции, как учет, у нас уже лет 30, как нету, но все равно думают, что если ты один раз обратился, значит, ты на какой-то учет попал. Ну, вернее, он есть, но это не то, что люди подразумевают по своему учету. И в целом, как бы исследование показывает, что, конечно же, нужна у нас культура заботы о здоровье, о психическом здоровье с привлечением профессиональных специалистов. При этом важно профилактически ее развивать, вот не дотягивая пандемия, потому что, когда уже стухнула пандемия, ну, как бы уже поздно. Ну, вот как бы как развили, так развили. Это с одной стороны. А с другой стороны, очень много вопросов к профессионализму о психологических камнях, потому что сегодня у нас, к сожалению, в России профессия психолога не является стандартизированной. И, по сути дела, любой человек с любым образованием может сказать, я психолог, помесь у себя на дверь там, я психолог, и приходите ко мне консультироваться. Ну, там, вот кто себе чего выберет, да, то есть, я там психоаналитик, я гештальтерапевт, все ко мне приходите. То есть, стандартизировано только врач-психотерапевт, врач-психиатр. Может быть, к сожалению, сегодня кто угодно. Соответственно, возможно, следует обратить взгляд на практики стандартизации независимых гарантов качества психологической помощи в виде независимых ассоциаций. Но много лет у нас разрабатывался закон о психологической помощи, но, по-моему, ничего такие пока и не приняли. И этот шаг видится даже вот этого стандартизации, повышение качества профессиональной психологической помощи даже видится более важным шагом, чем просвещение, потому что негативный опыт обращения за некачественной психологической помощи будет просто дискредитировать наши усилия в этом направлении. Соответственно, мы можем как угодно рекламировать профессиональную психологическую помощь, но если там, условно говоря, из психологов будет значительно часть таких лжепсихологов, которых я, к сожалению, очень много в своей жизни видел, что люди даже без профильного психологического образования себя позиционируют как психологи, но, к сожалению, по сарафанному радио мы будем получать подкрепление озвученных вносит реакцию, что это бесполезно или что это для каких-то крайних случаев. Вот, наверное, на все. Спасибо большое за внимание. Благодарим вас за такой интереснейший доклад, острый, актуальный. Ну, в качестве комментариев вот интересная может быть будет для вас вот такой посыл о том, какова рода психологов учреждений высшего образования, профессиональных психологов учреждений высшего образования, есть ли они в системе образования в Российской Федерации как-то не задумывалась над этим вопросом, поскольку для Беларуси это совершенно нормальное явление. Психологи учреждений высшего образования начиная со школ, активно работающие с детьми, с их родителями и так далее, это, знаете, исподвольно, вместе с тем очень так твердо способствует формированию культуры, в том числе и психологического здоровья, и права однозначного разграничения психологической и психиатрической помощи на законодательном уровне. Такое разграничение в Республике Беларусь также присутствует и в настоящее время готовятся уже новые редакции законов, два совершенно разных закона о психологической и о психиатрической помощи. Вместе с тем поддерживаем совершенно ваши выводы, поскольку проблема нарушений психического здоровья и психологических дискомфортов, дистрессов и состояний, связанных с пандемией, безусловно, она задела всех. В Республике Беларусь нет столь мега крупных городов, как Москва, которая сама по себе размером больше количества населения, чем вся наша страна, но вместе с тем мы также столкнулись с проблемами. Безусловно, пандемия объединила в этом плане всю планету Земля, пожалуй. Благодарим вас за доклад и с удовольствием подключимся к возможным исследованиям, проводимым вами со своей стороны, также со стороны Республики Беларусь данного направления, если такие предложения с вашей стороны будут. Ну а следующее, да, благодарим вас. Следующие два доклада у нас будут представлены коллегами из Смоленска и первый доклад представит Крикова Анна Вячеславовна о роли места высшей школы изучения склонностей обучающихся в Медицинском университете к аддиктивному поведению. Пожалуйста, Анна Вячеславовна, вам слово. Включите, пожалуйста, ваш микрофон, Анна Вячеславовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, виден наша презентация Презентация не видна, но вас слышно. Нас слышно, да. Чтобы поделиться презентацией, необходимо выбрать внизу экрана в центре квадрат со стрелочкой. Да. И дальше поможет наш технический помощник. Дальше выберите самый верхний пункт, весь ваш экран. Демонстрация невозможна. Пишет демонстрация невозможна. Ну, давайте, наверное, также мы без презентации тогда, если разрешите, озвучим наш доклад. Уважаемые коллеги, мы благодарим за участие в столь серьезной конференции и предлагаем поделиться, наверное, опытом работы нашей федеральной инновационной площадки «Здоровье первокурсника», «Здоровье врача», «Здоровье нас». Если говорить о актуальности темы, то она несомненная. На сегодняшний день пространство радиации существенно расширилось и в последние два десятилетия это отчетливо заметно. Особую тревогу вызывает рост зависимых форм и способов самовыражения как подростков, так и студенческих ребят со студенчества. И образы жизни и поведения студентов конечно разрушительно в данной ситуации воздействуют на здоровье и псих молодого человека. К очевидным химическим зависимостям относятся алкоголизм, табака, курение, наркомания, это все понятно. Но на сегодняшний день прибавилось и постоянно увеличивается список социокультурных девиаций зависимости таких как гемблинг, это игрозависимость, клаббинг, это зависимость от клубной жизни, интернет-зависимость, сексуальная, пищевая, зависимость, шопинг и многие-многие другие зависимости. Сферу подростковой девиации втягивается все большее количество молодых людей и в дальнейшем это наши студенты, с которыми нам приходится работать. Общественная значимость, проблемы профилактики, коррекции, зеленого поведения определяется теми долгосрочными социальными и личностными последствиями подобного образа жизни, которые выводят из общественного бытия наиболее дееспособную часть населения. И, собственно говоря, наша задача была создать федеральную площадку, которая бы помогала студентам, помогала наставникам внедрять в жизнь здоровье сберегающие технологии. Мы провели такое большое исследование с помощью теста просника, который называется аддиктильная склонность, это валидированная методика Юсупова и Корзунины. Мы интерпретировали наши полученные результаты и опрос мы проводили в ноябре 2020 года с использованием Google формы. В исследовании добровольно хочу подчеркнуть, у нас приняло участие 381 человек, из них 315 девушек и 66 в абсолютных значениях мальчик. Респонденты представляли следующие факультеты нашего университета. Лечебные 120 человек, педиатрические 121, стоматологические 27 человек, фарм 84, психолого-социальные 12, медико-биологического гуманитарного образования 13 человек и факультеты иностранных учащихся, в которые входят граждане Республики Беларусь, но, к сожалению, всего 4 человека. Разделение по курсам тоже было очень интересно, и когда мы провели исследование, то оказалось, что первый курс составил почти 50% в этом эксперименте, в исследовании. Второй курс 8%, третий курс 10%, четвертый 15%, пятый 13%, и шестой всего 10%. В рамках информационно-просветительской работы нашего проекта по профилактике злоупотребления алкоголя, психоактивных веществ, наркотических, мы провели вот такое диагностическое исследование молодежи, и что нас, мягко говоря, повергло в такое шоковое немножечко состояние, что практически большая часть, а это 58% считают, что у них есть знакомые, которые пробовали одурманивающие токсические вещества. Дальше, половина считает, что человек должен иметь право выпивать сколько и где он считает необходимо. Бывали случаи, мы задавали вопрос, когда родители, другие люди высказывали беспокойство по поводу того, что вы немного выпивали. 15% утвердительно сказали, что да. Дальше были вопросы, которые касались друзей, то есть окружения, и мы задали вопрос, умеют ли друзья хорошо расслабляться и получать удовольствие. Да, 30% сказали, что да, на полную катушку, но я сленгом выражусь, умеют это делать. И нравится состояние, которое возникает, когда человек выпивает, по 45% случаев студенты ответили утвердительно, нравится. Дальше мы проанализировали ответы обучающихся, и наш привлек вопрос, которым необходимо было ответить и просто, да или нет. ответили. И о том, что среди знакомых люди, которые трогают удовольствующие вещества, как я сказала, ответило 201 человек, если вот говорить в абсолютных значениях, из 381. То есть эти моменты заставляют нас затуматься в плане, конечно, профилактики тех мероприятий, о которых мы говорим, и вообще о системе здоровья сбережения, в частности Российской Федерации. Дальше. Сделав по курсам выкопировку ответов, мы получили следующие данные. Из 381 человека обучающиеся шестых курсов ответили утвердительно только в 2% случаев, что, в общем-то, радует. Пятый курс в 10% случаев, четвертый также в 10%, третий в 6%, второй в 8% и первый курс в 16%. То есть вот именно на первый курс, наверное, принимая в студенчество наших абитуриентов, мы должны и вкладываться в плане именно здоровья, здоровья сберегающих технологий и тех профилактических мероприятий, которые в это закладываем. 268 человек обучающихся сказали, что им нравится бывать в компаниях, где в меру выбивают и веселятся. То есть вот эта клубная жизнь, интернет, зависимость, наверное, накладывает тоже такой отпечаток. Если говорить по обсчету данных и по интерпретации опять же тех данных, которые мы получили, то смотрите, по нашим данным из 381 человека 327 входят в группу низкого риска зависимого поведения, что, конечно же, нас радует. но 31 человек входит в группу умеренного риска зависимого поведения, 23 человека в группу высокого риска зависимого поведения, имеет выраженные склонности и признаки к зависимому поведению. При выкопировке опять же данных мы установили, что среди обучающихся на втором и шестом курсах лиц с высоким риском зависимости в нашем университете нет. На пятом курсе в абсолютных значениях 5 человек, на четвертом 7, на третьем 7 и на первом 4 человека. Известно, что аддиктивное поведение может быть обусловлено трудностями адаптации и социализации. И в рамках нашей федеральной инновационной площадки мы организовали психологический центр, который, как мы надеемся, поможет не просто пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи, но и в частности позволит диагностировать на первоначальных этапах те проблемы, которые у наших студентов есть. Мне хотелось бы поделиться таким небольшим опытом. Мы приехали с большого форума, который назывался «Здоровье нации, основа процветания России», которым руководила Лига здоровья, это Лео Бакирия, Лео Антонович Бакирия. И, конечно, красные нити проходят те аспекты, о которых мы сегодня говорим, и вот предыдущий докладчик тоже ярко продемонстрировал те проблемы, которые есть. Но мы стоим на страже здоровья, сбережения наших людей, и в частности мы говорим о наших дорогих студентах. Ну, вот такой опыт у нас есть, который мы хотели с вами поделиться. Спасибо. Если есть вопросы, мы готовы ответить. Извините, что без презентации не получилось. Уважаемые коллеги, благодарим вас. Но, к сожалению, могут быть технические накладки, это нормально, это онлайн-режим, мы это понимаем. Благодарим вас, все было понятно, вы очень профессионально доложили, и проблемы, которые вы озвучивали, они также близки и понятны нам. Мы проводили со своей стороны исследования здоровья студентов и пришли к выводу, похожему на вашу, о том, что первый курс, безусловно, является критическим для формирования установок по отношению к здоровому образу жизни и формирования здоровья, сберегающего поведение. Поэтому усилия, направленные на первый курс, они дают наибольший эффект на самом деле, наиболее результативный. В этом плане мы поддерживаем вас и благодарим за ваши данные, которыми вы поделились. Передаем слово вашему коллеге Наталье Николаевне Дехнич с докладом «Приверженность врачей клиническим рекомендациям проблемы и пути решения». Пожалуйста, Наталья Николаевна. Подскажите, пожалуйста, моя презентация прекрасно видна, вас слышно, полный экран, ваша презентация. Попробуйте переключить, пожалуйста, слайд. Все переключается. Благодарю вас, уважаемые коллеги. Я прошу прощения за такое длительное подключение. Хочу прежде всего выразить искреннюю благодарность организаторам конференции за предоставленную возможность выступить на столь значимом мероприятии. И сегодня мое сообщение будет посвящено клиническим рекомендациям и тем задачам, которые стоят перед системой дополнительного профессионального образования в свете новых подходов к оказанию медицинской помощи. Итак, клинические рекомендации являются фундаментальным основанием медицинской практики используется в большинстве стран мира уже на протяжении нескольких десятилетий. Надо сказать, что впервые клинические рекомендации, как систематически разрабатываемые документы, адресованные практикующим врачам и содержащие разъяснения по вопросам оказания надлежащей медицинской помощи в конкретной клинической ситуации, используются уже с 1990 года. Надо сказать, они широко применяются в Российской Федерации уже на протяжении 20 лет, однако в настоящее время Министерством здравоохранения России проводится активная работа по законодательной регламентации разработки и применения клинических рекомендаций. И надо отметить, что в конце 2018 года федеральный закон номер 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации в этот закон были внесены изменения и дополнения, которые фактически поднимают статус клинических рекомендаций на принципиально новый уровень в организации медицинской помощи населению Российской Федерации. Регламентирует эти изменения федеральный закон номер 489 от 25 декабря 2018 года о внесении изменений в статью 40 федерального закона об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации и федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации по вопросам клинических рекомендаций. В пункте 23 нового федерального закона дано определение клинических рекомендаций. Это документы, содержащие основанную на научных доказательствах, структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в том числе протоколы ведения, протоколы лечения пациента, варианты медицинского вмешательства и описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, а также иных факторов, влияющих на результаты оказания медицинской помощи. При этом каждая рекомендация должна быть оценена в соответствии с шкалой оценки уровня достоверности доказательств. Это касается не только методов диагностики лечения и реабилитации, а в том числе даже критерии в постановке диагноза. Кроме того, каждая рекомендация должна иметь указание на уровень убедительности рекомендации, как сильная рекомендация, условная или слабая. Таким образом, де юре и де факто клинические рекомендации должны стать эффективным инструментом, позволяющим внедрить научно доказанные подходы по всем аспектам ведения пациента с определенным заболеванием в рутинную клиническую практику. Именно клинические рекомендации должны служить основанием для действия каждого врача в его практической работе, по крайней мере, уже точно по всем вопросам с 1 января 2024 года. Внедрение клинических рекомендаций в практику российского здравоохранения преследует несколько важных целей. Прежде всего, как я уже сказала, это предоставление информационной поддержки врачам в отношении принятия решений по оказанию медицинской помощи пациентам. Кроме того, это обеспечение разработки единых критериев оценки качества медицинской помощи на основании утвержденных клинических рекомендаций. Именно фрагмент клинических рекомендаций будет содержать именно эти критерии оценки качества медицинской помощи. Ну и, конечно, уже на основании утвержденных клинических рекомендаций будут созданы и уже есть такие рекомендации, стандарты медицинской помощи, которые должны быть обязательны к исполнению практическими врачами. Каков в настоящее время порядок разработки и утверждения клинических рекомендаций? Прежде всего, Минздрав России формирует перечень заболеваний или состояний, по которым необходима разработка клинических рекомендаций на основании установленных ими критериев. Далее, медицинские профессиональные некоммерческие организации разрабатывают эти рекомендации по заболеваниям и состояниям из этого перечня. В последующем, Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи проводит экспертную оценку клиническим рекомендациям, которая включает оценку соответствия номенклатуре медицинских услуг, что является чрезвычайно важным, наличие государственной регистрации рекомендуемых лекарственных препаратов, а также соответствие показаний и противопоказаний к применению, способов применения и ДОС в соответствии с инструкцией по медицинскому применению лекарственных препаратов. Далее, проект клинических рекомендаций будет рассматриваться научно-практическим советом Минздрава России, где принимается решение либо об одобрении, либо отклонении, либо о доработке данного проекта. В случае положительного решения научно-практического совета, клинические рекомендации утверждаются разработчикам, подчеркиваю, непосредственно медицинской профессиональной некоммерческой организации, и уже в последующем эти клинические рекомендации размещаются на официальном сайте Минздрава России. Данный QR-код можно использовать для скачивания уже имеющихся клинических рекомендаций и размещенных уже на сайте Минздрава России готовых клинических рекомендаций. Очень важно отметить, что по каждому заболеванию, состоянию, как для взрослых, так и для детей, может быть одобрено и утверждено не более одного варианта клинических рекомендаций. Это принципиально важный момент, так как ранее в Российской Федерации могло одновременно существовать несколько клинических рекомендаций по одной нозологии, разработанных различными организациями и нередко принципиально отличающихся или даже противоречащих друг другу, что вводило в заблуждение практикующих врачей. При этом, вот именно начиная уже с 1 января 2022 года, те рекомендации, которые опубликованы и планируются к публикации до 1 января 2024 года, они станут единственными клиническими рекомендациями для врачей и экспертов, которые разработаны, проверены, утверждены в соответствии указанным выше алгоритма. В том случае, если по одной нозологии предоставлено несколько проектов клинических рекомендаций от разных некоммерческих медицинских организаций, в этом случае Научно-практический совет Нездрава решает, либо какой-то из клинических рекомендаций принимается в основу, либо они совместно дорабатывают эти рекомендации, формируя одну клиническую рекомендацию. Таким образом, в целом, до января 2024 года должно быть разработано, проверено и утверждено около 1600 клинических рекомендаций по разным нозологиям, а далее будет проводиться плановое обновление данных рекомендаций не реже, чем раз в три года. Таким образом, у врача будет один вариант утвержденных клинических рекомендаций. Возникает вопрос, упростит ли это работу врача и что делать, если по каким-либо объективным причинам врач считает необходимым поступить иначе, чем указано в клинических рекомендациях. Вот что делать, если есть отклонение в тактике лечения от положения клинических рекомендаций? Ну вот здесь прописан порядок назначения лекарственных препаратов в одноименном федеральном законе. Указано, что назначение применения лекарственных препаратов, не входящих в соответствующий стандарт или непредусмотренной соответствующей клинической рекомендации, допускаются в случае наличия медицинских показаний по решению врачебной комиссии. То есть фактически мы можем отойти от тактики определенного лечения с использованием решения врачебной комиссии. Однако возникает вопрос, а если в тактике диагностики необходимо произошли отклонения, есть какая-то объективная в этом причина, что делать в этом случае? Но, как известно и как основываясь на одноименный федеральный закон, медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядком оказания медицинской помощи и является обязательной для исполнения на территории Российской Федерации, подчеркиваю, всеми медицинскими организациями на основе клинических рекомендаций. И действительно, Министерство здравоохранения Российской Федерации дало указания руководителям медицинских организаций обеспечить условия для внедрения и эффективного использования клинических рекомендаций в соответствии с вышеуказанным федеральным законом. И надо сказать, что внедрение рекомендаций потребует дополнительные финансовые затраты и, конечно, это ключевой вопрос их успешности, поскольку мы говорим о реализации достаточно амбициозных целей использования клинических рекомендаций, методов диагностики лечения, основанных на доказательной медицине. Ну вот, говоря о следующем вопросе, который, опять же, может возникать, будут ли клинические рекомендации обязательными для исполнения с юридической точки зрения, можно ли будет наказывать врачей за их несоблюдение. Что касается клинических рекомендаций, то я еще раз хочу подчеркнуть, что они утверждаются разработчиком медицинской профессиональной некоммерческой организации, которая не является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Соответственно, данные рекомендации носят, грубо говоря, рекомендательный характер. Однако, одновременно с тем указано в статье 64 экспертизы качественной медицинской помощи Федерального закона 323, что критерии оценки качественной медицинской помощи формируются на основании порядка показаний медицинской помощи, стандартов и клинических рекомендаций и утверждаются уже уполномоченным федеральным органом. Таким образом, если мы говорим о экспертизе качества, то она должна быть утверждена соответственно федеральным органом и невыполнение, собственно говоря, порядка оказания медицинской помощи может уже наказываться. Таким образом, надо сказать, что пока в рамках действующей нормативно-правовой базы, границы, обязательности применения клинических рекомендаций в России пока четко не определены, однако мы понимаем, что стандарт оказания медицинской помощи должен быть выполнен. Но в связи с тем, что пока клинические рекомендации утверждаются некоммерческими медицинскими организациями, поэтому пока их роль трактуется по-разному и как к обязательному исполнению, как к рекомендательному. Но есть следующие проблемы, юридические риски. Уже сейчас ссылки на рекомендации часто используются при рассмотрении уголовных дел в отношении медицинских работников в качестве аргументов стороны обвинения, что создает, как я уже сказала, юридические риски. Другая проблема, о которой уже было сказано, это необходимость дополнительного финансирования и подготовки материально-технической базы медицинских организаций для обеспечения в равной мере современными методами лечения и диагностики всех, подчеркиваем, медицинских организаций. Если медорганизация не располагает возможностями оказания помощи по определенной специальности в соответствии с клиническими рекомендациями, это повышает юридические риски в случае неблагоприятных исходов, я имею в виду оказания медицинской помощи. Кроме того, важным является кадровое обеспечение медицинских учреждений и в этой связи наша основная задача в дополнительном профессиональном образовании подготовить кадры к обеспечению внедрения клинических рекомендаций в практическое здравоохранение. Другой немаловажной проблемой является использование лекарственных препаратов off-label, схемы которой могут быть указаны в клинических рекомендациях, но отсутствует стандарт медицинской помощи, таким образом их нельзя оплатить из системы ОМС. Низкая приверженность врачей клиническим рекомендациям также является одной из проблем и ряд исследований, которые были проведены в Российской Федерации, демонстрируют данную проблему и неготовность врачей работать по клиническим рекомендациям. Поэтому еще раз подчеркну, задачи прежде всего факультетов и институтов дополнительного профессионального образования в России стоит знакомство врачей и подготовка их к работе по клиническим рекомендациям. В частности, позвольте продемонстрировать вам приверженность врачей клиническим рекомендациям по результатам анализа реальной клинической практики диспансерного наблюдения пациентов, перенесших острый коронарный синдром и рентген эндоваскулярное вмешательство на коронарных артериях в части постановки диагноза стенокардии и тактики лечения. Вот этот анализ позволил выявить низкую приверженность врачей актуальным на тот момент, это 16-й год, в Омске исследование проводилось клиническим рекомендациям и обусловили необходимость перманентного мониторинга качества оказания медицинской помощи. В реальной клинической практике диагноз стенокардия у пациентов после черезкожного коронарного вмешательства выставлялся без должной верификации врачами-кардиологами в 37% случаев, а врачами-терапевтами в 47% случаев. Это привлекло к тому, что необоснованно назначались нитраты, в том числе пролонгированные, что в свою очередь повысил риск гипотензии. А с другой стороны, отсутствие должной верификации ишемии миокарда после ОКС вело к отсутствию направления нуждающихся на коронавиографию для определения тактики ревоскуляризации. Исследование, которое проводилось на базе нашего медицинского университета в течение последних, ну скажем так, 15 лет наблюдения о том, как лечит язвенную болезнь и как она, диагностика хеликобактерной инфекции, как один из этиологических факторов язвенной болезни, показала также достаточно низкую приверженность врачей к выполнению действующих на тот момент клинических рекомендаций по диагностике этой инфекции и по терапии этой инфекции. Тем не менее, мы отмечали положительную динамику в последние годы о выполнении клинических рекомендаций в части назначения антибактериальной терапии. Таким образом, текущие реалии усиления роли клинических рекомендаций следует рассматривать как стратегию, направленную на повышение качества медицинской помощи. Повсеместное внедрение клинических рекомендаций должно оказать позитивное влияние как на повседневную клиническую практику, так и на процедуры экспертизы качества медицинской помощи, а также предоставить обоснования для экономических расчетов затрат на здравоохранение. Выполнение клинических рекомендаций позволит оказать всем пациентам идентичный объем медицинской помощи вне зависимости от лечащего врача и региона проживания. Для врачей клинические рекомендации стать должны инструментом помощи для принятия решений в отношении тактики ведения пациентов, так как доказательно обоснованный подход предоставляет клиницисту информацию о наиболее эффективных методах диагностики, профилактики и лечения. Глубоко уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание. Глубоко уважаемые коллеги, я благодарю вас за доклад. И, Наталья Николаевна Дьехович, благодарим вас также за подключение, несмотря на технические сложности. И передаем слово докладчикам из Донецка, Донецкой Народной Республики. Скажите, пожалуйста, вижу, вижу вас, вижу, есть вы, Людмила Сергеевна Аносова. Добрый день, слышно меня? Да, и слышно вас прекрасно. Пожалуйста, пробуйте подключать. Спасибо. Уважаемые коллеги, добрый день еще раз. Хотелось бы выразить вам свою благодарность за то, что нам предоставили такую возможность выступить и предоставить доклад на тему использования метода мнемоники подготовки фармацевтических кандров. На данный момент высшее фармацевтическое образование претерпевает несколько этапов реформирования, которые направлены на совершенствование учебного процесса. Цель, которая возникает перед вузами на этом этапе, заключается в формировании конкурентноспособного специалиста, который владеет профессиональными компетенциями, что, в свою очередь, должно способствовать сокращению сроков и облегчению адаптации выпускника на рабочем месте. Естественно, в сегодняшних условиях растут и требования рынка труда. И для того, чтобы этому рынку соответствовать, специалисту-провизору постоянно приходится повышать свой уровень компетенции, своих уровень знаний, умений, приобретать навыки, развивать способности. Методика преподавания в ВУЗе на сегодняшний день должна быть направлена на подготовку кадров опережающего типа. Выполнение обозначенных стратегических целей образовательной деятельности университета заставляет изменить и требования к нашим студентам. Каждый из них должен быть подготовленным к работе в постоянно меняющихся условиях, являющихся сущной характеристикой 21 века. Поэтому мы должны воспитывать их комплексно и систематически. Развитие коммуникации информационных технологий в 21 веке, доступность, объем и разнообразие всякой информации, необходимой для профессиональной деятельности, приводит к возникновению трудностей с ее запоминанием. Изучение профильных фармацевтических дисциплин о студентах требует обработки и усвоения большого объема информации, от новых терминов до технологического процесса, классификации лекарственных форм, вспомогательных веществ, оборудования, методов изготовления, основных метаболитов лекарственных веществ, схем их получения, методики выделения, методов анализа и также количественного определения. Это совершенно не исчерпывающий список того, что необходимо выучить и понять, а главное удержать в памяти. Некоторые обучающие стараются механически запоминать конспект лекций, материал занятия, информацию из учебника, материалы практического занятия, также используют. Вторая половина пытается как-то найти какую-то логику для того, чтобы легче было им запоминать. Для надежного усвоения и удержания памяти большого объема информации, необходимой в дальнейшей фармацевтической деятельности, в образовательном процессе в фармацевтических и медицинских вузах могут быть применены совокупности способов и приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем создания искусственных ассоциаций. Может быть использован метод мнемоники, либо мнемотехники. Как говорил Ушинский, учите ребенка каким-нибудь известным ему пяти словам, он будет долго и напрасно мучиться. Но скажите 20 таких слов с картинками, и он усвоит их на лету. Всем известно, что в детстве мы для того, чтобы ребенка научить, мы показывали картинки, говорили, допустим, это белочка, да, либо это цифра 3. Эту методику мы решили опробировать на наших студентах. Этим методом мнемоники можно обучать не только детей, но и студентов. Но необходимо учитывать, что подход к обучению будущих специалистов должен быть более продуманным и сложным. Целью работы заключалось теоретическое обоснование экспериментально проверить эффективность совершенствования метода обучения на основании использования приемов и методов мнемотехники как средства улучшения процессов ассоциативного запоминания учебного материала студентам из специальности фармацевтии. При изучении профориентированных дисциплин на примере профориентированной дисциплины частной фармацевтической технологии. Данная педагогическая методика была опробирована на студентах 4 курса медико-фармацевтического факультета Донецкого национального медицинского университета, обучающихся по специальности фармации очного и заочного отделения в 2020-2021 учебном году, изучающих дисциплину частная фармацевтическая технология либо промышленная технология. Еще два столетия назад ученый Гермих Эмбенхаус доказал, что в среднем спустя сутки после получения новой информации человек помнит не более 30% от нее, а в течение месяца не более 10%. При этом современные исследователи сходятся во мнении, что уровень усвоения новой информации при занятиях с применением современных методов преподавания с первого раза может достигать 70-75%. Мнемоника позволяет выделить информацию, структурировать ее и усвоить. Благодаря такому методу можно сформировать у студента систему мыслеобразования, сократить время на запоминание материала. Все это в конечном итоге, конечно, поможет сосредоточиться при подготовке к письменным работам, к экзаменам, выступлениям и презентациям. Необходимо помнить, что суть нематических приемов заключается в том, что запоминаемый материал определенным образом должен структурироваться. Методологической основой данной работы явилось принципы системного подхода и комплексного анализа в изучении особенностей использования мнемоники при изучении фармацевтических дисциплин. При выполнении поставленной задачи были применены методы научного исследования, идеализации, формализации, абстрагирования и моделирования. Ведь известно, что до 90% информации поступают через органы зрения. Поэтому, учитывая специфику работы фармацевтических специалистов, следует обратить пристальное внимание на визуальный способ восприятия информации, который в значительной степени сокращает время на обработку и запоминание данных. Таким образом, визуализация технологических процессов производства лекарственных средств является необходимым шагом для повышения качества будущих специалистов. Весь материал дисциплины «Частная фармацевтическая технология» был структурирован в большие разделы и приведен к единой логической структуре. Сделан в виде графической таблицы, что позволило повторять основные этапы производства лекарств на каждом занятии. На данном этапе использовался метод педагогической мнемоники, представляющий собой повторение материала путем произнесения вслух. Другими словами, это как бы зазубривание, повторение материала, механическое запоминание его. Для лучшего запоминания и усвоения информации были использованы различные мнематические приемы. Например, метод пиктограмм. На картинке, на слайде вам представлен. Эта информация кодируется, зарисовывается схематически с помощью графика, который помогает студенту произвести текст. Графики не просто рисуются на листе, а располагаются в мнемотаблицах, в мнемокроводратах, на мнемодорожках, в ассоциативных цепочках, которые обучающемуся легко могут подготовить самостоятельно для более быстрого запоминания текстового фрагмента. Метод локус, то есть метод мест, основанный на зрительной ассоциации, представляющей собой логическую цепочку информационных блоков, которые следует запоминать и объединять в единый образ. Этот метод не требует логических ассоциаций, он базируется на ассоциациях, диктуемых последовательностью предметов и мест. Прорабатывался также и дизайн, и схемы, дизайн, прорабатывался дизайн схемы, который должен был иметь удачное цветовое решение. Схема должна была иметь комфортный для восприятия цвета, поэтому был выбран синий, желтый и бледно-желтый. В этом случае мы использовали метод локус. Но информация и таблицы не должны быть перегружены. Метод чанкинг, то есть разбивание текстового материала на блоке вместо представления недифференцированного потока информации, который поможет студентам запомнить необходимое оборудование на каждом этапе производства. В широком смысле чанк обозначает фрагмент или часть чего-то большого. В области когнитивной психологии этим понятием обозначают организационную единицу памяти. Часто используется в качестве техники запоминания, которая является особенно эффективной при запоминании оборудования. Ведь на каждом этапе производства лекарственной формы используется специальное оборудование, которое требует от провизора знания его механизма работы, а также технологические характеристики. Студенты ценят текстовый фрагмент, представленный блоками. Это лучше, чем пугающая стена из слов, на чтение которой уходит много времени. Фрагментированный текст позволяет легко скользить взглядом по странице. Именно такой метод предоставления информации является предпочтительным. Фрагментированные строки должны использовать наиболее простой формат представления любых данных, чтобы свести к минимуму возможные промахи. Пассивный метод преподавания, который предполагает, что студент является только активным слушателем, на сегодняшний день утратил свою актуальность. На смену таким методам преподавания пришел активный и интерактивный метод. В кафедре используется масса других симуляционных методов образования, которым можно добавить метод мнемоники. У нас есть учебные прототипы, симуляторы, учебные тренажеры, а также туда мы включили ситуационные задачи. В условиях, сложившихся в Донецком регионе, у нас нет возможности студентам показать реальное производство лекарственных препаратов. Преподаватели кафедры используют один из методов мнемоники – гемификацию. Гемификация – это использование игровых элементов в неигровом контексте, то есть процесс, когда элементы игры используются для достижения реальных целей. Игры потому и затягивают, что хитрым образом устроены. Если принципы их устройства применить при создании обучающего курса, этот курс тоже может затягивать. Важно, что гемификация – это не создание полноценной игры, а только использование определенных элементов. За счет этого создается больше гибкости и больше соответствия желаемым целям. На слайде приводится информация, как проходит занятие с применением метода мнемоники. То есть на первом этапе при изучении новой темы мы разделили студентов на две группы. И первая группа студентов – это им предлагался создать пазл, то есть используя методом гемификации, собрать технологическую схему получения данной лекарственной формы. Там же в этом использовался метод пиктограмм. Вторая группа студентов – нам предлагалась готовая технологическая схема производства и необходимо было указать контрольные точки. Там использовался метод локус и оборудование необходимо было назвать. Это использовался метод Чанки. На втором этапе занятия у нас ушло первичное закрепление материала. То есть мы использовали активные интерактивные методы проведения. То есть мы просматривали видеофильм и смоделированы 3D модели на компьютере оборудования. Либо если у нас уже были прототипы на кафедре, мы смотрели работу прототипов. Третий этап занятия у нас проходил решение ситуационных заданий с использованием метода мнемоники. Метод ассоциаций. Процесс решения ситуационной задачи студентов всегда предполагает найти на каком-то этапе ошибку. То есть где произошла ошибка. Указать, как устранить эту ошибку. Также указать, есть ли выход в данную ситуацию. Как обойти эту ситуацию. То есть это является одним из инструментов подготовки будущих специалистов к фрикально-практической деятельности. Как сейчас вы видите, на слайде приведен образец задачи. Как выглядит задание с учетом использования метода мнемоника. Вот такой вот получают схему у нас с заданием, где необходимо продемонстрировать свои знания. Что же мы хотели получить от наших исследований, которые мы проводили? С целью оценить роль данного метода обучения по предмету частной фармацевтической технологии мы проводили исследование, как я уже говорила, у студентов 4 курса, которые обучаются по специальности фармация. Тема занятия было изготовление таблеток, покрытых оболочкой. Во всех группах предварительно был проведен уровень знаний по данному практическому занятию. Затем студенты были разделены на группы. И занятие проводилось разными методами. Всего в исследовании приняло 82 студента. Первая группа это была стандартная форма занятия, то есть пассивный метод преподавания, когда преподаватель рассказывает, а студент просто является слушателем. На вторую группу студентов это занятие проводилось с использованием симуляционных методов обучения, то есть это просто показ фильмов, и плюс преподаватель рассказывал материал. И третья группа занятий проводилась с использованием метода мнемоники, когда мы выдавали эти схемы, карты, плюс мы смотрели всякие симуляционные оборудования, плюс были эти задачи. Далее студентам всех трех группам предлагалось аналогичное задание, которое было проведено до разделения студентов на группы. Сейчас результаты приведены на диаграмме, как вы видите, до проведения эксперимента абсолютная успеваемость составляла 61,7%, а качественная 17,4%. После проведения занятий обычным методом без применения активных методов и с использованием методов просмотра фильма, прототипа оборудования, вы видите результаты, представленные на слайде. Они, конечно, изменились. Но что самое интересное, после проведения занятий с применением мнемоники и активных методов преподавания, это был просмотр учебного фильма, просмотр спрограммированного 3D-оборудования на компьютере, успеваемость третьей группы студентов выглядела таким образом. Абсолютная успеваемость составила 98,8%, качественная составила 88,4%, что дало нам право сделать результат, что мнемоника и интерактивные методы обучения увеличили качественные показатели студентам на 28,6% по отношению ко второй исследуемой группе. Данную тему без предварительной просьбы для студентов мы повторили через определенный промежуток времени, через 3 месяца, решили проверить качество их знаний по этой же теме. Результаты представлены у вас сейчас на слайде, и как видно с результатов, что мнемоника позволяет на долгое время сохранить и запомнить полученную информацию и воспроизвести ее в необходимый момент. Это дает право сделать вывод, чтобы воспитать грамотного, высококвалифицированного специалиста, необходимо в сегодняшних условиях применять и внедрять современные методы обучения, только одну мнемонику, но и к ней добавлять разные интерактивные методы обучения. Чтобы воспитать грамотного, высококвалифицированного специалиста, в сегодняшних условиях мы должны пользоваться разными методами. Таким образом, мы достигаем поставленной цели и решаем намеченные задачи, сделанные выводы о том, что мнемоника обладает важным развивающимся потенциалом, который заключается прежде всего в развитии ассоциативной памяти у обучающихся. Применение ассоциативного метода в педагогической практике позволяет сделать вывод, что при объяснении темы, занятий с использованием примеров, основанных на ассоциациях, информация запоминается легко и гораздо быстрее, причем сохраняется на долгое время. Все эти приемы, на первый взгляд, кажутся детской игрой, однако при хорошей организации материала и удачной ассоциировании мысленные образы, создаваемые в результате таких ассоциаций, могут быть надежным средством запоминания элементов различной информации, имеющихся друг с другом мало общего. Даже в том случае, если усилия на составление мнематических схем покажутся чрезмерными по сравнению с достигаемыми результатами, нужно помнить, что такая игра все равно стоит свеч, требуя постоянной мобилизации воображения, она будет развивать творческие способности и логические мышления. Материалы представленной работы могут быть использованы для занятий по различным предметам фармацевтического профиля. На сегодняшний день мы начали изучать методы мнемоники по фармацевтической химии, внедрять по токсикологической и клинической фармации, конечно. Это сделает занятие более эффективным, а также интересным и творческим. Мы считаем, что преподаватели вуза, которые преподают профориентированные предметы, необходимо обучать методики преподавания с использованием различных приемов мнемотехники, что, несомненно, будет способствовать повышению уровней знаний и развитию логического мышления у будущих провизоров. Благодарим вас за внимание. Благодарим вас за интересный доклад. Так, безусловно, все, что касается технологий, легко переводится в схемы и визуализируется. Но вот мы здесь с коллегами тихонько обсуждали, что мы не знали, но, оказывается, тот же самый метод мы применяем. Называли немножко по-другому на дисциплине, как это ни странно, теоретическая, казалось бы, биомедицинская этика. Причем у студентов, это студенты первого курса с английским языком обучения, которым пока может быть действительно сложно воспринимать текстовые материалы. Вот мы попробовали в качестве активной методики обучения предложить им разработать логические блок-схемы с подключением всевозможных графических форм, на которые способен первокурсник. И получили в итоге такие большие плакаты, причем мы не ограничивали ребята в выборе материала, начиная от бумаги и заканчивая любой формой электронной представления информации. И когда ребята, а они, в общем-то, еще дети, первый курс, представьте себе, шри-ланкийские, такие малюсенькие, они малого роста, в основном такие очень живые, интересные, улыбающиеся, но дети просто, вот приносили эти огромные плакаты, они посклеивали листы формата А4, там по 10 штук, рисовали блок-схемы, и все это сопровождали рисунками, какими-то подписями, разными цветами, мы просто не ожидали, что получим такой восхитительный результат. Мы собрали все эти плакаты, это был эксперимент, у нас не поднялась рука их выбросить, они хранятся на кафедре. А теперь мы понимаем, что нам следует обратиться к методу мнемоники, мнемотехники, описать красиво вот этот активный метод обучения, еще изучить его эффективность. Но у нас не поднимается рука вернуться к традиционному способу обучения, чтобы сформировать две группы, так сказать, кейс-контроль и сравнить. Мы все-таки останемся пока на вот этой методике, поскольку она настолько действительно себя оправдала. И благодарны вам за доклад, поскольку надо делиться такими методиками друг с другом. В настоящее время правильные инновационные методы обучения, это наша перспектива. Без них мы не пройдем уже и национальную аккредитацию вскоре. Да, мы должны учиться, и в общем-то любой преподаватель, в том числе и в медицинской высшей школе, он должен быть еще и педагогом, а куда деться. Так что педагогические методики. Спасибо вам за доклад. Благодарю за внимание. Благодарим вас. Скажите, пожалуйста, следующий докладчик. Анна Игоревна Денискина есть или нет? Анна Игоревна сегодня связывалась с нами, что, возможно, не сможет подключиться, и прислала видео своего доклада. Нет, Анна Игоревна. Видеодоклада выложено сейчас, присутствует у нас по ссылочке в стендовых докладах, вот там же, где и Евгения Ивановна Шубочкина мы видеофайл тоже разместили, вот Анна Игоревна Денискина. Не будем сейчас тогда занимать время. У нас впереди еще два доклада до конца секции, и мы практически укладываемся в рекламент. Если начнем сейчас доклад, вот тоже есть. Я вижу Никита Андреевич Вялых. Это следующий наш докладчик из Ростова на Дону, Южный федеральный университет. Пожалуйста, о социальном самочувствии медицинских работников в условиях пандемии COVID-19. Добрый день. Спасибо за приглашение. Скажите, пожалуйста, сейчас что-нибудь вы видите на экране? Открылась моя презентация? Да, все прекрасно видно. Спасибо. Ну, надо понимать, что кроме нас сегодня тема пандемии COVID-19, и тем более социального самочувствия медицинских работников, пациентов, а именно это две такие самые большие экспериментальные, перманентные экспериментальные группы интересов. Видимо, кроме нас это уже никому не интересно, потому что тема трансформации здравоохранения, тем более в контексте пандемии нового коронавируса, который уже перестает быть новым, она уже выходит из публичного, медийного дискурса, ну и только красные конспирологические линии в супермаркетах, аптеках, на вокзалах, которые уже поизотерлись, но они как-то еще напоминают о том, что не все в порядке и зло всегда может вернуться. Ну, мой доклад подготовлен при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Сам фонд тоже, как и пандемия, приказал долго жить. Год назад официально было объявлено о ликвидации фонда. Причем очень символично, что объявлено было в год науки и технологий в России, ну, когда же еще, как и в этот замечательный год. Вообще, я не планировал два года назад, когда это все началось, я не планировал изучать пандемию COVID-19. Во-первых, потому что мне не хотелось входить в этот условный мейнстрим, несмотря на то, что я занимаюсь социологией здравоохранения примерно уже, наверное, более 15 лет. Но я не хотел в этот мейнстрим входить. А во-вторых, я понимал, что, ну, скорее всего, это ненадолго и сиюминутно. Но дело в том, что проклятие социологической науки заключается в ее экстерналистских корнях. То есть вот есть две методологические позиции – экстернализма и интернализма по поводу развития науки. Ну и так получается, что вот куда развернется флюгер общественных потребностей, настроений, государственного заказа, туда и разворачивается в этом же направлении, куда падает этот ветер настроений, разворачивается флюгер социологических исследований. И вот как только я сам себе честно признался в том, что я не хочу ничего общего иметь с этой проблематикой, меня коллеги пригласили войти в состав заявки. И проект потом победил, а это был специально объявленный грант, он шел прямо под литером вируса. И вот там тоже коллектив Южного федерального университета, Института социологии и регионоведения нашел место среди основных тематических полей того гранта, который объявили. Ну и уже в июне мы этот проект заканчиваем, он был рассчитан на два года. И мы вместе тоже прощаемся, надеемся, что навсегда прощаемся с пандемией COVID-19. Ну а в чем проблема исследования? Она состоит, если мы берем методологический аспект, противоречие между знанием и незнанием. И сегодняшние наши замечательные доклады, они подтвердили, что мы знаем, как устроено наше здравоохранение, каковы его экономические, правовые основы. Мы и раньше имели представление о ключевых признаках социального самочувствия, не только в сфере здравоохранения, но вообще социального самочувствия как категории в неком чистом, абстрактном виде. Ну и, конечно, мы без конца изучаем, исследуем точки напряженности в системе здравоохранения. Прежде всего, это, конечно, вопросы ограниченной доступности и качества медицинских услуг. И если мы говорим еще и о российском обществе, то мы живем в разной России, и мы понимаем, что Москва – это одна история, Республика Татарстан, по-другому устроено здравоохранение, Ростовская область – это третья Россия, Чукотка – это четвертая, ну и так далее. И поэтому, конечно, очень остро стоит проблема региональной дифференциации. Ну, дело в том, что эта проблема дифференциации не специфична именно здравоохранения, а скорее, проблема здравоохранения является проекцией общего социально-экономического расслоения наших регионов. Если же мы берем социальный аспект проблемы, то вот эта проблема социального самочувствия медицинских работников, и врачей, и среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестеров, медбратьев, заключается в неком расколе между институциональностью, то есть такими формальными и неформальными правилами игры в здравоохранении, и между ментальностью, то есть ценностями, представлениями, стилем, образом жизни, который сложился в профессиональной среде медицинских работников. Ну, и особенность нашего проекта состоит в попытке интегрировать основные положения объективистской и субъективистской социологии. Ну, конечно, сам по себе вот этот интегративный ракурс – это не какой-то ноу-хау, но применительно к проблеме социального самочувствия, я считаю, что наш коллектив почти уже за два года продвинулся достаточно неплохо, потому что все же в центре внимания нашего проекта был человек, и были именно акционистские и субъективистские парадигмы социологического познания. То есть, если объективистская социология считает, что все мы люди – это марионетки некоторых абстрактного общества, которое существует как, например, бессубъектный фондовый рынок, то если мы возьмем субъективистские трактовки и соответствующие модели научных исследований, то они признают активность, субъектность и преобразующую силу человека. И вот вы видите такое базовое определение понятия социального самочувствия. Мы считаем, что все же социальное самочувствие – это не какая-то данность свыше, а социальное самочувствие – это достигаемое состояние, достигаемое состояние, которое требует активных усилий самого человека. В контексте нашего исследования, в усилии врача, медсестер, медбратьев и всех, кто связан с миром медицины и здравоохранения. И у нас было два этапа. Ну, если не брать теоретико-методологический этап, а только эмпирикум, то на первом этапе мы провели качественное исследование методом глубинного интервью. И вот тоже еще одна особенность, что в основном многие исследователи фокусируются на врачах. Мы изучали и врачей, и средний медперсонал. И таким образом мы построили выборку, что мы решили не фокусироваться на каких-то планетарных масштабах, а мы взяли тот регион, в котором мы живем, Ростовскую область, и поделили выборку по 10 человек. То есть 20 врачей, 20 средний медицинский персонал, и по 10 в каждой группе, кто работал в специализированных госпиталях, в бригадах скорой медицинской помощи, ковид-бригадах, либо в специализированных отделениях. Не люблю этот термин «красная зона». Он мне все-таки ассоциируется с предыдущими коннотациями, как система специальных учреждений для исправительных, для силовиков. Но от этого никуда не уйти. Вот медиадискурс нам навязал данное. Понятие, что красная зона – это как зона повышенной опасности, где фокусировано работают с пациентами с подтвержденным ковид-диагнозом. И мы проводили сравнительный анализ. Это дало нам возможность сравнить социальные настроения, самочувствие людей, которые включились в работу добровольно, в работу в «красной зоне», и те, которые не были включены. А второй этап – это количественный этап. Но о нем я не буду сегодня говорить, потому что вот только-только-только на днях должны прийти результаты количественного исследования. Мы их будем обрабатывать к отчетной компании. Поэтому вот сегодня я хочу сфокусироваться на самых таких главных выводах, к которым мы пришли именно по результатам серии вот этих глубинных интервью с медицинскими работниками, которые трудятся в Ростовской области. Да, но еще о специфике Ростовской области. Почему мы выбрали этот регион? Не только потому, что мы в нем сами работаем и живем, но и Ростовская область не выходила из пятерки лидеров по смертности и заболеваемости ковид. Конечно, лидерство такое очень сомнительное, но потому что наш регион – это и не депрессивный регион, и не регион-локомотив. И мы вот хоть где-то, хоть где-то мы оказались лидерами. Наш инструментарий состоял из пяти смысловых блоков. И они представлены, сейчас вы видите их на экране, в виде эмпирических индикаторов. Мы задавали вопросы, связанные с мотивами выбора профессии, готов ли человек сменить место работы или место жительства. Естественно, такие центральные блоки – это социально-экономическое положение, включенность, может быть, в какие-то государственные программы поддержки. Это вопросы карьерной траектории, самообразования, саморазвития. Такой самый большой блок, и именно я его анализировал, это то, как повлияла пандемия на повседневные стили жизни, на круг общения, какие страхи, опасения, тревоги, досуговые предпочтения. Ну и, наконец, тема, которую вообще сложно было найти в исследованиях современников и пришественников, это насколько защищенными в плане медицинского обслуживания себя чувствуют сами медицинские работники. Ну, я хочу сказать, что вот когда пандемия только началась, очень много было исследований в духе, как все плохо или как все почти плохо, и что вот с этим все плохо, надо что-то делать. Но чего-то конструктивного не было, потому что еще тогда, на тот момент, прошло очень мало времени, чтобы делать какие-то выводы, не имея должных методологических оснований. Ну вот, когда мы провели такую работу по конструированию методологического корпуса исследования, и когда мы провели вот этот первый качественный этап глубинных интервью, то пришли к тем выводам. И вот сегодня на открытии Надежда Владимировна, присяжная, говорила о том, что я здесь солидарен с ней, что пандемия не повлекла за собой разрушение самой системы здравоохранения, его основ, то есть здравоохранение выстояло, но скорее речь идет о том, что были сорваны пломбы уже со старелых тем и проблем системы здравоохранения в России. Прежде всего, это, конечно, проблемы доступности, качества медицинской помощи, вопросы квалификации медицинских работников, региональной асимметрии. И пандемия только усилила тот проблемный фон, который так, если мы даже берем, возьмем новую Россию, в течение 30 лет патагномоничен, то есть высокоспецифичен для нашего здравоохранения, если мы говорим о его социологической диагностике. Следующий момент, который такой внушает некоторое чувство сдержанного оптимизма, это то, что включение медицинских работников в это антиковид-движение, работа в красной зоне, оно послужило фактором консолидации, сплочения, объединения профессионального медицинского сообщества. Ну, по крайней мере, этот вывод мы можем сделать на примере Ростовской области, то есть совокупности, которую мы изучали. Но, как еще Спенсер писал, что одновременно с процессами интеграции есть еще и процессы дифференциации. Поэтому, конечно, вынужден признать, что пандемия еще и интенсифицировала социальное неравенство самих медицинских работников. Ну и прежде всего, конечно, это выражается в том, что для кого-то кризис – это время возможностей, а для кого-то кризис – это время закрытия вообще каких-либо возможностей. То есть это дифференциация и по карьерным стратегиям и возможностям, дифференциация по оплате труда. То есть это тоже, конечно, такой очень был болезненный вопрос, связанный с доплатами. Ведь в конечном итоге с COVID-пациентами работали все. Но те выплаты, которые постфактум получали рядовые медицинские работники, которые не были заняты в красной зоне, они, конечно, были несопоставимы с тем объемом вознаграждения, которые получали условно штатные сотрудники вот этих вот красных зон – бригад скорой помощи, отделений, моногоспиталей и прочего. Ну и, наконец, в хорошем смысле произошла перезагрузка медицинской деятельности, ребрендинг, очень много было приковано внимания к врачам и были и вообще некие признаки солидаризации общества со всеми тяготами медицинской профессии. Но тоже мы видим, что это все было сиюминутно. Но многие медицинские работники в период пандемии использовали достаточно продуктивно. Это касается не только тех, кто включился в работу в красной зоне, но многие прошли повышение квалификации, переподготовку квалификации, и это способствовало их профессиональному росту и развитию. Но это только одна сторона. Другая сторона, конечно, более мрачная, заключается в том, что в проблемном фоне, который обосредовал все вот эти процессы. То есть мы и эти вопросы поднимали, самые острые, иногда получали такие достаточно болезненные проблемы. Но что касается материального вознаграждения, здесь я вам скажу, что такое ощущение, что уже и врачи, и средний медицинский персонал, ну как бы смирился с тем, что никогда они не станут миллионерами. Что касается желаемого, обратите внимание, желаемый уровень заработной платы. Врачи называли от 70 до 100 тысяч в пандемию, а средний медицинский персонал примерно в 40-50 желаемый. А статистика нам показывает, что реальный уровень оплаты труда примерно 30 тысяч рублей у среднего медицинского персонала и 58 где-то у высшего звена медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование. То есть это говорит о том, что, конечно, статистика нам лужет, лужет достаточно нагло, потому что получается, что совершенно невысокий уровень притязания. То есть чего-то сверхъестественного и врачи, и средний медицинский персонал не ожидают здравоохранения, хотят достойно жить, и уровень этих требований он коррелирует с опытом работы и с профессиональными достижениями. И вот основной такой болевая точка, о чем практически в каждом интервью мы потом могли в транскриптах прочитать, что переживания связаны не столько с уровнем оплаты труда, сколько с подрывом престижа профессиональной деятельности, этой вопроса и потребительского экстремизма, этой вопроса и не самого хорошего отношения начальства к медицинским работникам, особенно среднее медицинское звено об этом говорило. У нас и так практически-то и не осталось медсестер и медбратьев, и получается даже тех, кто до сих пор не за страх, а за совесть трудятся, их еще, в общем, обижают. И вот много таких было, конечно, вещей, связанных вот именно с не самым хорошим социально-психологическим климатом. Ну и подводя итоги тому, что я сказал, я хочу предложить вам, ну, некоторую условную такую типологию. За основу я взял типологию аномии, она же типология модели социальной адаптации Роберта Мертона, но только не понимание, мое понимание этих типов несколько отличается от понимания Мертона. Условно говоря, по итогам исследования, это такая наша первичная гипотеза социолога-диагностическая, что можно выделить три типа. Инноваторы, это вот те, о которых я говорил, кто смог использовать вот этот кризис здравоохранения и социоэтальный кризис пандемический для повышения своего социального статуса и расширения возможностей. Конформисты, это те, кто, в общем-то, остались на плаву, но они все же пассивно приспосабливаются к тем изменениям, что есть. И ритуалисты. Ритуалисты, это те, кто, ну, просто традиционно выполняют свои привычные функции. Они и не потеряли, но и ничего не приобрели. И скорее находятся в такой группе, ну, не хочется говорить аутсайдеры, но придется. Ну, и я напомню, что Мертон еще нам предлагал в своей типологии такие типы, как ретритисты и мятежники. То есть ретритисты, это те, кто вообще уходят, да, позиция избегания. И мятежники, те, кто, наоборот, пытаются снести имеющиеся правила и нормы и предложить свои. Но дело в том, что сам факт согласия на участие в столь доверительной беседе, каково является глубина интервью, я считаю, что оно просто исключило из выборки возможность общения с ретритистами и мятежниками. То, что мы их не выявили, это еще не означает то, что их нет. Но я надеюсь, что более такую картину уже количественную нам покажут те данные, которые мы получим на основе социологического анкетирования. В частности, Институт социологии РАН нам предлагает довольно обширную научную программу на осень. Очень много мероприятий будет и в сентябре, и в октябре. Я думаю, что, несмотря на то, что наш грант уже заканчивается, в июне мы будем отчитываться, но вот осенью я буду готов представить основные выводы уже второго эмпирического этапа и поделиться данными массово-анкетного опроса. Там у нас запланировано порядка 800 человек. Ну и с какими-то уже более подробными выводами, кто занимается этой проблемой, кому это интересно, вы сможете ознакомиться в наших публикациях моих и моего коллектива, в котором я работаю. Спасибо вам большое за внимание, за возможность высказаться и за те интересные доклады, которые вы им предложили. Благодарим, Никита Андреевич, и весь ваш научный коллектив. У вас несколько докладов представлено, несколько статей очень интересных. Нам было действительно сложно выбрать какую-то одну, которая была бы сегодня заслушана на пленарном заседании. В качестве наших ремарок мы также здесь обсуждаем, находясь в аудитории, и хочется сказать следующее, что, во-первых, спасибо пандемии COVID-19 за то, что она привлекла столь активное внимание к проблемам вообще социального и психологического самочувствия медицинских работников. Эти проблемы на самом деле высоко актуальны и останутся таковыми и в период постпандемии, и будут заслуживать отдельного внимания как раз-таки в период постпандемии, когда внимание общества, скажем, от этой проблемы уйдет, а социальное самочувствие останется. Поскольку социальное самочувствие благополучное, это залог общеустойчивого функционирования системы здравоохранения, а устойчивое функционирование системы здравоохранения в какой-то степени это залог и здоровье населения. А здоровье населения это залог чего? Потенциала общества и государства, о чем говорил еще Михаил Васильевич Ломоносов. Поэтому социальное самочувствие медицинских работников это та сфера, в общем-то, неосчерпаемая для изучения. И в этом плане нас весьма порадовало, вот мы как-то не задумывались, но когда услышали, это впечатлило нас, в общем-то, и мотивировало о том, что оказывается, социальное самочувствие – это вещи, которую мы формируем, в общем-то, и сами тоже. Вот как-то так мы об этом не задумывались, но на самом деле ведь это так. И вот об этом надо и медицинским работникам больше говорить, потому что иначе люди в какой-то степени замыкаются психологически. Но когда человек видит, что, в общем-то, дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих и в этой сфере тоже, ну я, конечно, шучу, поскольку на самом деле вот проблема социального самочувствия медицинских работников для Республики Беларусь, она также актуальна, но пандемия COVID-19 в этой степени, она где-то была вдохновляющей для нас. Мы увидели, что мы не просто выстояли, но мы еще и можем гордиться и делиться опытом в том плане, как именно мы выстояли. И, в общем-то, тут много позитивных результатов. Но вместе с тем, благодарны вам за доклад, благодарны вам за поднятую проблему. И у нас с вами время последнего доклада. На второй пленарной секции представим мы его здесь аудиторно, и он будет транслироваться остальным слушателям онлайн. Кстати, мы ведем запись заседаний. Мы планируем ее также представить на страничке конференции на сайте университета. То есть оба пленарных заседания в записи будут доступны. И сертификаты будут подготовлены докладчикам всем и разосланы на электронную почту несколько позже. Итак, уважаемые коллеги, сейчас у нас доклад посвящен историко-этическим аспектам диагностики и лечения врожденных пороков развития плода. И представит его врач-акушер-кинеколог наш декан факультета повышения квалификации переподготовки университета Андрей Романович Плотский. День добрый, уважаемые коллеги. Я хочу сказать, что до момента внедрения в клиническую практику ультразвука была довольно интересная ситуация с диагностикой врожденных пороков развития плода. Это была практически непредсказуемая ситуация, это было явление неподвластное пониманию людей. Сейчас мы только короткими шагами подбираемся к этой весьма интересной проблеме, но интересно проследить, как шло развитие диагностики пороков развития, как менялось отношение не только медицинских работников, но и простых людей к этой проблеме. И, пожалуй, можно начать с этнографических данных, которые представляют попытку описания, систематизации, объяснения и даже некой профилактики возникновения врожденных пороков развития. В частности, если изучать эти аспекты, то оказывается, что практически любые состояния, которые мы диагностируем сейчас, встречались и ранее. И люди пытались проникнуть в их суть, пытались заняться объяснением этих ситуаций. И, в частности, во многих регионах Беларуси были такие рекомендации, что беременным, в частности, ни в коем случае нельзя засматриваться на людей, имеющих некие аномалии, пороки развития, иначе эти же вещи с большой вероятностью могут отразиться на ее будущем потомстве. В частности, были такие рекомендации, что нельзя разрубать некие деревянные предметы в присутствии беременной, иначе будут расщелены верхние губы и твердого неба у ребенка, либо это будет беспалость рук, либо ног. Ни в коем случае нельзя было поменять одежду или одеть ее шиворот на выворот, иначе будет перемена пола внутриутробного ребенка. В случае нахождения беременной на таких явлениях, как пожар, и в случае испуга нельзя было хвататься за какие-то части тела, в этом месте неизменно возникала бы гемангиома. Кажется, что вот эти времена, когда были такие интересные объяснения, канули в минулое, но в своей практической работе мы столкнулись с такими ситуациями, когда у пациентки, к примеру, имеется вот такой порог развития нижних конечностей, и как она сама объясняла, что в процессе беременности ее мать была испугана в лесу крупным рогатым животным. Вот, соответственно, появились вот такие интересные аномалии. А вот такое аномальное строение кисти у новорожденного ребенка объяснялось тем, что его дед был охотником, это я лично собирал такие данные, был охотником, и во время охоты у него разорвался снаряд прямо в руке. И вот в качестве компенсации его внук как бы имеет не пять пальцев, а шесть. Исторические данные, которые мы можем получить из архивных сведений, вообще очень интересные, поскольку рождение ребенка с порогом развития вызывало неподдельный интерес, скажем, по данным Гродненского архива, Гродненской губернии. Все такие случаи, они напрямую сообщались Гродненскому губернатору, и тот делал вывод, что если что-то заслуживает внимания, к примеру, эти плоды могли отправляться в Вильнюс, либо в Санкт-Петербург для пополнения кунсткамер, либо разрешалось наблюдать за этими детьми и смотреть, что с ними далее будет. И вот были такие интересные сообщения, как, например, необыкновенное рождение, либо рождение урода и так далее. Следует сказать, что дети с порогами развития воспитывались в семьях, они не были, естественно, публичными, находились либо в приютах, в богодельных монастырях, это, опять же, отражает степень развития общества по отношению к этим детям. Интересно, что иногда такие данные всплывали в совершенно неожиданных ситуациях, когда шел рекрутский набор, проводилась медицинская комиссия, в том числе и в Гродненской губернии, и одним из противопоказаний к несению военной службы было наличие у людей от перечисленных ниже пороков развития. Квалифицированная медицинская помощь оказывалась в единичных случаях. Какие-то отголоски мы встречаем в первых медицинских изданиях нашей страны, это Белорусская медицинская думка и медицинский журнал «Беларуси». Причем оперировались люди с пороками развития в возрасте 30, даже 50 лет, и это позволяло потом вернуться им в общество, хотя до этого срока они были крайне изолированы. Этические аспекты диагностики, которые мы совершаем с помощью ультразвукового исследования, нужно начать с того, что крайне рекомендуется отказаться от использования таких терминов, которые были ранее широко распространены. Это анонцефал, гидроцефал, урод, калека, хондродистрофик. Более того, при консультировании не рекомендуется использовать такие термины, как эмбрион, плод, поскольку для родителей это, в принципе, полноценный ребенок, который всего лишь находится на внутриутробной стадии развития. И архивные данные нам приносят вот такие несколько шокирующие моменты. Это отчеты наших медицинских работников. Родился один доношенный урод. Урод жил 10 минут. Второй, 62-й год. Родились уроды. Анонцефал, гидроцефал и так далее. Безусловно, от такой терминологии нужно постепенно отказываться. И качество нашей пренатальной диагностики напрямую зависит от того, какое качество мы имеем ультразвукового аппарата и квалификации исследования. Казалось бы, что сейчас имеется тенденция к тому, чтобы попытаться найти максимальное количество пороков, возможно, раньше. Мы большинство пороков, скажем, лет 10-15 назад диагностировали во втором триместре беременности. Сейчас все неумолимо сдвигается в сторону первого триместра. Уже в 12-14 недель мы можем заподозрить и диагностировать хромосомные аномалии. И казалось, что, наверное, будут работать очень легко. А на самом деле, казалось, нет, что вот такие возможности породили другие проблемы. Ну, во-первых, часть пороков может манифестировать достаточно поздно. Во-вторых, существуют определенные ультразвуковые позиции, в которых часть аномалии вообще можно и не увидеть, несмотря на хорошую технику. В-третьих, мы получили большую информацию о том, что порок может эволюционировать внутриутробно. Он не просто является каким-то статическим явлением, он меняется во времени и привносит своим часто непредсказуемое осложнение для ребенка. И часто мы имеем различного рода тактические дилеммы. Ну, к примеру, вот такой ребенок со спиной бифида наблюдался практически каждый месяц женской консультации но ввиду того, что он был в тазовом предлежании и находился спинкой кзади, не удалось увидеть вот такой порог развития, и он родился при доношенной беременности. Второй вариант. До 36-й недели беременности все было просто прекрасно. Однако, не знаю, есть тут связь с COVID-инфекцией, либо нет, но мать перенесла внутриутробное инфицирование и сформировалась гидроцефалия. Насчет тактических дилемм. Вот бывают вот такие образования в копчиковой области. Это крестцово-копчиковая тератома. Хорошо, когда она стабильных размеров. Но мы наблюдали ситуации, когда наблюдается неудержимый, просто катастрофический рост этой опухоли. И тактическая дилемма возникает в чем? Давайте мы разрешим этого пациента в 28 недель, попробуем прооперировать. Но ведь здесь наслаиваются проблемы, связанные с недоношенностью. С другой стороны, если мы будем ждать, пока он будет более-менее зрелым, растущая опухоль будет сдавливать нормально сформированные ткани, возможно, развить разрывы этой опухоли, кровоизвияния, кровоотечения и внутриутробные гибели. Поэтому оказалось не все так просто в нашем медико-генетическом консультировании, особенно с точки зрения, в каком формате сообщить матери, супружеской паре о том, что происходит с ребенком. Во-вторых, часто возникают конфликтные ситуации, связанные с одной стороны, с профессиональным восторгом врача, который в сложной, непростой ситуации установил тяжелый, трудный диагноз. Но понятно, что такой восторг пациентка, супружеская пара, ни в коем случае не расценит и не поддержит. Возникают ситуации, когда диагноз, выставляемый внутриутробно ребенку, не подтверждается после рождения, это порождает чувство недоверия. Но еще хуже, когда мы делали один прогноз, а после рождения ребенка оказалось, что ситуация гораздо сложнее. Именно в этой связи сейчас в нашей стране регламентировано цифровое архивирование проводимых ультразвуковых исследований для того, чтобы исключить вот такие конфликтные ситуации. К примеру, родился ребенок, в принципе, с таким простым диагнозом, как амфалоцелия, пупочная грыжа. Это можно относительно легко коррегировать детскими хирургами. Но оказалось, что во время пренатальной диагностики не был диагностирован порог сердца. Это осложнило его дальнейшую судьбу и лечение. Либо была всего лишь одна особенность – полидоктилия стоп. Однако после рождения ребенка, после углубленного исследования, оказалось, что имеет место поликистоз инфантильного типа. Это в перспективе трансплантация почек у ребенка и кистозно-аденоматозный порог легких. Существуют определенные подходы, как все-таки предоставлять информацию родителям в случае диагностики некурабельного порога развития либо порогов с очень сомнительным прогнозом. И здесь мы сталкиваемся с тем противоречием, которое возникает при естественном желании матери и супружеской паре сохранить ребенка, и теми показателями, по которым мы оцениваем качество оказания медицинской помощи, например, младенческая смертность. Если ребенок с явно некурабельным порогом все-таки будет продолжать эту беременность, он погибнет после рождения, естественно, мы будем иметь ухудшение перинатальной смертности, младенческой смертности и так далее. Но все-таки большинство исследователей в последнее время склоняется к тому, что даже при крайне редком пороке, при, возможно, неблагоприятном прогнозе, каждый ребенок априори имеет право на жизнь и лечение. И, наверное, вот такие вещи, которые еще писались в 60-е и 70-е годы, когда в отчетах медицинских работников пишут, что хирурги оперироваться отказались, наверное, сейчас такими вещами мы встречаться и не будем. Не все заканчивается, а может даже начинается только после рождения, поскольку следует иметь в виду, что снижение младенческой смертности, в том числе и от пороков развития, влечет за собой постепенный рост детской инвалидности. Эта патология будет накапливаться в популяции. Мы уже имеем вещи, когда дети с пролеченными пороками развития достигают репродуктивного возраста и сами пытаются стать родителями. Необходимо помнить, что для этого, возможно, потребуется оказание детской патологической помощи, которая принципиально отличается от помощи патологии взрослым, которая заключается в первую очередь на 90% — это лечение людей с запущенными стадиями онкологического процесса, а среди детского патологии примерно 50% могут быть врожденные пороки развития. Необходимо взаимодействие специалистов медицинского и немедицинского профиля, потому что только один хирург все не исправит. Нужны логопеды, нужны арт-терапевты, анималотерапевты и так далее. Очень большое внимание уделяется абилитации. Это не реабилитация, когда мы восстанавливаем утраченные функции. Здесь как раз-таки нужно вести речь о развитии у ребенка умений, которые сами не появятся без целенаправленной работы специалистов. Поэтому, естественно, экономические затраты со стороны государства, если мы будем диагностировать и выхаживать таких пациентов, будут достаточно серьезными. Если в XIX веке рождение ребенка с расщелиной губы и верхнего неба в течение двух-трех недель заканчивалось гибелью, поскольку не было возможности этому ребенку принимать пищу, возникало аспирационное пневмония, то сейчас четко налажены протоколы, как его лечить, на каком этапе оперировать, на каком этапе подключаются логопеды, ортодонты. Эти люди абсолютно нормально адаптированы в обществе. В нашей практике тоже был интересный такой случай. Есть синдром подколенного птерегиума, когда образуются складки на сгибательных поверхностях верхних и нижних конечностей, и это препятствует активным движениям. Так вот, у нас была пациентка с этим пороком развития, которая была прооперирована 8 раз, у нее были коррегированы все эти пороки. Интересно, что она работает в одном из районов Гродненской области хореографом. Это говорит о том, что возможности реабилитации, конечно, очень огромны. Понятно, что медицинская информация, медицинские архивы ни в коем случае не могут отразить все те этические аспекты, которые существуют в этом вопросе. Даже если поднять общеизвестную книгу Короткевича «Дикое поливание короля Астаха», там был такой малый человек, болотный Хелин, вот его описание «Страшный в своей нечеловечности, голова долгая, вытягнутая назад, повеки окужабы, руки были опущены вниз, и долгие-долгие пальцы, а маль их доставали до земли». Альбо, Светлана Алексеевич, «Чернобыльская молитва», вот официальные данные, девочка, рожденная с множественной комплексной патологией, аплазия ануса, аплазия влагалища, аплазия левой почки. А вот реакция матери. Когда она родилась, это был не ребенок, а живой мешочек, зашитый со всех сторон. Ни одной щелочке, только глазки открыты. Отказаться от ребенка даже мысли не было. Я согласна, чтобы она стала подопытным кроликом, только бы она выжила. Есть интересная работа Умберта Эка, и, пожалуй, можно завершить выступление цитаты из его книги, что следует чрезвычайно аккуратно приступать к этой истории, учитывая изобилие всевозможных вариаций, многочисленных отклонений, реакций, вызываемых различными формами безобразного, всех нюансов поведения человека при столкновении с ним. Спасибо за внимание. Великой Диаку, Андрей Романович. Большое спасибо, Андрей Романович. Уважаемые коллеги. Здесь одну минуточку. Мы пока вас не видим. Уважаемые коллеги, заключительный доклад второго пленарного заседания мы с вами заслушали. И, подводя краткий итог сегодняшней конференции, вы видите, скользь широко проблемное поле, но можно его объединить всего лишь двумя словами. Профессиональная культура. По сути, сегодня мы подняли вопрос профессиональной культуры, проблема формирования профессиональной культуры медицинских работников, которая, в общем-то, феноменальна совершенно по своей природе, поскольку, несмотря на то, что только сегодня у нас несколько стран было, и мы сталкиваемся с одними и теми же вопросами. Она объединяет нас. Профессиональная культура медицинских работников, здоровье населения. Мы выражаем огромную признательность вам, коллеги, за то, что вы проявили терпение и весь день находились рядом с нами, за помощь в организации конференции, за ваши прекрасные доклады. Выражаем уверенность, что эта конференция у нас не последняя, что мы с вами встретимся в будущем, как минимум, может быть, через год еще раз в Гродно, а также с удовольствием премиум участия в научных форумах, проводимых вами. Еще раз напомню, что сборник уже подготовлен, он доступен на страничке конференции на сайте Гродненского государственного медицинского университета. Также в ближайшее время мы подготовим и разошлем электронные сертификаты. Коллеги, пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы, пожелания. Мы с удовольствием выслушаем вас. Ну, наверное, все немножечко устали. Правда, пятница, конец недели, и наше заседание также, в общем-то, завершается. Спасибо вам, коллеги. Благодарим вас еще раз и прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...